так я в эфире надеюсь я зашла со своего аккаунта суббота конечно вести эфир такое неблагодарное дело да но тем не менее проведу раз пообещала значит проведу вчера тема дружбы и денег многих зацепила вдохновила расстроена все что угодно привет привет давайте напишем тему эфира какую выберем тему эфира предлагаете так смотрите что здесь про цели 2022 дальше просто поговорить как запустить онлайн курс с малыми вложениями быть в оффлайн и онлайн где золотая середина как замерять ее где взять силы на все мотивация marketplace и и как развить дисциплину выбирайте это вот то что вы сегодня предложили я могу говорить вообще на любую из этих темах выбирайте тему потому что если вы не выберете то скорее всего я буду тогда говорить на тему страха денег с малыми вложениями да вы хотите с малыми вложениями про быть оффлайн и онлайн задавайте тогда вопросы дисциплина цели маркеты давайте знаете онлайн курс многих интересует но давайте я сейчас потому что про онлайн курсы это ну прям буквально совсем немножко нечего там особо рассказывать пишите ваши ваши вопросы я поотвечаю на них я думаю что в течение часика полутора мы с вами пообщаемся страх начать свое дело давайте лучше будет потому что я никому тогда не смогу угодить задавайте вопросы да раз вы выбираете какую-то тему значит у вас есть либо вопросы либо какие-то трудности пишите да и я отвечу про как запустить онлайн курс с малыми вложениями смотрите я так понимаю что речь идет о той ситуации я быстро отвечу на этот вопрос когда вы еще ничего не запускали если вы еще ничего не запускали то первое для того чтобы запускать первый раз какой-то курс обучающую какую-то программу нужно запускать его тогда когда у вас уже есть спрос потому что если у вас нет спроса никому от вас никаких курсов не надо никто не хочет я не знаю видеть вас на прямых эфира да ну людям плевать вышли в эфир не вышли в эфир люди не просят вас юля юля ты до обращения к вам научи меня пожалуйста делать так как это делаешь ты то вам рано делать какой-то курс это правда так потому что первый скажем так главный не секрет а первый главный критерий когда можно делать уже какие-то курсы это когда люди хотят чтобы ты чему-то научил не ты хочешь научить а люди хотят начинать естественно нужно с того что тебе тоже этого хотелось бы как минимум да возможно ты еще не знаешь как возможно ты не знаешь как подступиться технически как продвигаться но есть люди которые говорят научи меня делать также или научи меня делать хоть как-то вот потому что на сегодняшний день вот эта ниша инфобизнеса она конечно манкая да потому что люди видят что там много денег на сегодняшний день инфобизнес это как когда-то вот эти артисты на сцене на которых там с замиранием сердца смотрели наши родители по телевизору да и они восхищались и они хотели также они хотели прикоснуться вот на сегодняшний день это инфобизнес да поэтому я понимаю что многим хочется также но звезду не выпускают на сцену да на хорошую сцену скажем так на на какой-то там не знаю в кремль не попасть если ты просто хочешь вот когда у тебя есть аудитория тогда есть смысл идти в кремль точно также и с инфобизнесом поэтому первый курс он всегда должен быть практически без вложений он должен быть каким-то маленьким да он должен быть элементарно организованным для того чтобы он должен быть не на огромную аудиторию для того чтобы тебе вообще понять то что вы видите со стороны кажется блин я тоже так хочу это не то же самое что вы увидите изнутри изнутри это пахота вести курс это пахота это очень тяжело плюс этот курс нужно иметь ввиду что ты будешь получать негативную обратную связь люди будут гореть здесь минимум очень понравилось здесь мне не очень понятно а здесь я хотел бы чтобы вот так и вам к этому нужно быть готовым что вы будете его улучшать поэтому нет смысла вваливать я знаю что продюсеры говорят сразу классно сразу начисто да но курс нужно быть готовым к тому что ты будешь улучшать и вкладывать в продакшен большие деньги продакшен это смысле вот это видео съемка монтаж да упаковка вкладывать продакшен большие деньги нужно тогда когда у тебя уже понятно что у тебя есть там каждый месяц или каждый поток определенное количество людей ты знаешь как их привести ты уже знаешь предпочтение людей то есть уже раз на четвертый ты уже делаешь прям вылизанный идеальный продукт первый раз ты запускаешь вот я например ее моей программы marketplace of мы в marketplace и вкладываем огромные деньги у нас уже вложено столько что мы окупим нашу программу только на третий раз мы ее окупим но у меня есть аудитория я знаю запросы моей аудитории и я знаю что те кто придут ко мне вот на первый поток я буду работать очень плотно с людьми для того чтобы мне отшлифовать для того чтобы 2 на 2 поток его перри упаковать перри записать до записать это еще деньги потому что там не я пишу там пишет целая команда большая команда людей и спикеры спикеров мы вытаскиваем всеми правдами неправдами мы вытаскиваем тех спикеров не которые там ходят везде по всем конференциям и продают свои курсы или свои услуги а спикеров которые вообще в принципе не участвуют ни в каких онлайн мероприятиях мы просим мы убеждаем разными кого-то деньгами покупаем кого-то другими инструментами чтобы человек пришел и отдал свои знания и причем это не просто начитка какого-то ну то есть человек пришел и так что что было в голове ты отдал мы прописываем план мы проверяем мы перезаписываем по раза три для того чтобы не было я училась в ранхиксе на психологии да кто знаете и там тоже не один человек ведет эту обучающую программу а ведет то есть каждый блок ведет другой специалист другой педагог и там проблема была мы с группой мы просто офигели то есть приходит каждый следующий препод ему на четвертый раз уже просто внук поднялись на дыбы что такое то есть приходит каждый препод и начинает нам рассказывать основу психологии когда зародилась дисциплина про дядюшку фрейда про юнга про все вот эти психотипы и радикалы блин мы это уже знаем почему нам каждый препод приходит и начинает все сначала нам надо двигаться и я тогда поняла что вот вот основная проблема курсов где работает несколько спикеров в том что у них нет скажем так это не перетекающее знание от одного к другому а каждый приходит и дает что-то свое а нужно чтобы тот кто организует программу чтобы он задавал тон направлении говорил стоп это не надо это будет давать другой спикер вырезаем да или ты должна дать вот это вот это вглубь расскажи пожалуйста как вот это то есть ну это это глубокая серьезная работа это я сейчас про себя да уже потом когда у вас будет аудитория когда уже всему научились вы будете делать обучающие программы опираясь на свой опыт вы не можете сделать так как делаю я потому что у меня другая аудитория у меня другой бэкграунд у меня другая команда у меня другие ресурсы да мы можем вложить в запись программы 10 миллионов мы можем себе это позволить да мы можем пригласить всех спикеров мы можем в продакшен вложить огромные деньги мы можем себе позволить все мы крупная известная школа не надо равняться на меня вы должны равняться на себя если вы понимаете что у меня только 50 тысяч у меня больше ничего нет значит вы поставили телефон не пожалуйста не надо вот это в стиле сериала а здесь я там буду делать какую-то киношную крутую съемку да перестаньте первые люди к вам придут люди которые вас знают люди которые хотят чтобы вы с ними поделились им не важно что это снято на телефон им важен ваш контент важен ваш контакт вы важно что важно ваша личная работа с этим с каждым из этих людей и там важно не просто вам отдать а вам важно еще с ними поработать а как было бы лучше то есть подружиться с первыми людьми снять с них обратную связь объяснить что мне очень важно да помоги мне как мне сделать чтобы было просто круто готов ли ты рекомендовать что сделать чтобы ты готов был рекомендовать и так далее ваша задача всегда первые свои программы нужно запускать бесплатно практически бесплатно там вы заплатите я не знаю возможно вы заплатите там за домен возможно вы заплатите за хранилище за что-то элементарное но никакого продакшена никаких там крутых камер никаких съемок не надо это будет потом это также как если кто-то до моего возраста до вспоминайте как зарождались звезды в советские времена давайте пока про советские потому что сейчас мы уже не знаем да сейчас же продюсеры по-другому работают вспоминайте как зарождались до сначала человек пел на кухне друзьям потом друзьям друзей потом какие-то квартирники собирались потом в клуб д.к. потом люди записывали кассету все говорили блин это бомба под вот вы таким же путем должны идти и вы станете той звездой на которую идут люди я знаю что сейчас как бы ну продюсеры помогают упаковывают но если у вас нет денег ну то есть тут тоже нужно на себя посмотреть на себя вы готовы сотрудничать ок идите сотрудничайте вам помогут вас упакуют все сделают не готовы делайте условно на коленке нет люди говорят там плюются фу там вот это все на коленке надоело начинайте с на коленке вот не слушайте никого начинайте с на коленке любой бизнес когда ты стоишь сам встаешь когда ты стоишь в самом начале правильно говорю или нет когда ты в самом начале ты не знаешь правильно ты действуешь или неправильно начни хотя бы с на коленке начни хотя бы с чего-то. Да, начни с минимума, для того, чтобы тебе самому понять, для тебя ок или не ок, для тебя так или не так, постоянно на себя ориентироваться. Вот, поехали дальше. Можно после ОИ, ОЛ и ШМПП заменить и менеджера, и маркетолога, как РД донести это. После ОИ, ОЛ, маркетолога вы еще пока не замените, у вас много знаний по маркетингу, но вы еще пока не маркетолог. После ОИ, ОЛ и ШМПП вы крутой, вы крутой менеджер по продажам, вы, если вы все применили, все взяли, вы крутейший менеджер по продажам, и вы можете заниматься продвижением, формированием базы, управлением базой, но пока еще не маркетолог. Юля, благодарю вас, увидела вчера на марафоне вас впервые, теперь не могу оторваться от вас и вашего профиля. Заходите ко мне на Ютуб. Мой Ютуб, вы можете просто в Ютубе поискать через трус Юля, может быть там что-то еще появится. У меня есть аккаунт в моей академии Майеровский, там веду я и мои спикеры, мы даем много пользы. И мой личный аккаунт, я его забрасываю, снова возвращаю, снова забрасываю, снова возвращаюсь, посмотрите там еще больше видео. Много эфиров в этом аккаунте я не сохранила. Вы невероятное столько всего даете, даже в бесплатном доступе приду к вам учиться. Конечно, приходите. ДД, после таргетированной рекламы на аккаунт подписалось много конкурентов, что с ними делать, заблокировать, зачем? Не надо. Не знаю, чем вы занимаетесь, не вижу по вашему нику, по аватарке, не знаю, чем вы занимаетесь. Иногда наши конкуренты становятся нашими клиентами. У меня учится очень много моих конкурентов, очень много конкурентов учится у меня. Я первое принесла в Instagram и вообще в онлайн я принесла понятие маршрутизации клиентов, маршрутизация аудитории, сегментации, сегментирование по принципу маршрутизации, а не просто сегментирование. CGM, многие у меня учились этому и на сегодняшний день преподают CGM, отучившись этому у меня. Ну так бывает, это нормально, это абсолютно нормально. Точно так же я, например, изучаю управление в одной онлайн школе, там преподают, это европейская школа, там преподает Ицхак Адизас. Ну, по сути, мы же конкурируем, да, школами там и конкурируем, моя академия и вот эта школа, мы же конкурируем. Да, я учусь у Адизаса для того, чтобы мне получить сертификат, для того, чтобы я могла бы потом работать по его методике и состоять в гильдии, да, специалистов, которые могут работать по Адизасу. Думаю, что я еще повторно туда пойду, потому что не могу. Уже три раза переписывала уроки, все правильно. Если есть запрос, мини-опыт, человек 40 на первый раз, отлично, делайте, делайте 40 человек на первый раз, делайте 5 человек на первый раз, собирайте мини-группы, тестируйте себя, тестируйте людей, общайтесь с людьми. Сохраню эфир. Как построить грамотные рабочие отношения с начальником? Мы про это очень много в аккаунте Академии. Общаемся, заходите туда, читайте, там много постов и эфиров на эту тему в том числе. Это ваша забота создать вот эти правильные отношения. Идите там, почитайте. Аккаунт Майер Академии называется МАЭР, Московская Академия Экономики и Развития. Найдете, идите, почитайте. Вопрос про дисциплину. Что это, на ваш взгляд, в принципе, такое и как она вырабатывается, ваше мнение? Дисциплина. Смотрите, сейчас тоже немножко издалека. Нам сейчас внушили, что нужно делать только то, что хочешь, а то, чего ты не хочешь, делать не нужно. И очень часто мы, ну вот что я хочу? Честно, я хочу сейчас с вами болтать там до восьми вечера, очень хочу. Да, но мне нужно еще, у меня дети уехали на встречу там, на прогулку, мне нужно подумать, дети вернутся, чем их накормить. Сегодня у меня домработница на выходном, а мне нужно еще там на кухне убрать тот бардак, который мы оставили. Мне нужно еще вроде как разобраться там в гардеробной с некоторыми вещами. Я не хочу все это делать, да, я не хочу все это делать, я хочу с вами болтать, а потом лечь на диванчик, пить чай и читать книжечку. Это я хочу. Но еще есть надо, да, дисциплина, это когда ты ориентируешься еще на то, что надо, да, на свои долги, на свои обязанности. Вот дисциплина, это ты делаешь то, что надо, тогда, когда надо, так, как надо. И дисциплина, в дисциплине очень много лени, да, многие, как это, грешат на свою лень, но в дисциплине очень много лени, потому что ленивый человек, да, дисциплинированный, правильно дисциплинированный ленивый человек, он делает один раз, то есть он с первого раза делает хорошо, то есть лень это круто, я не хочу ничего переделать, я не хочу повторно что-то делать, я из-за своей лени делаю максимально, на максималках хорошо с первого раза, чтобы мне потом не переделывать, и это все основывается на моей лени, и дисциплина это пойти и сделать даже тогда, когда не хочется, даже тогда, когда за окном стоят ребята с мячом и говорят, идем бить мяч, я утрирую, конечно, какую выбрать нишу в 2022, какую выбрать нишу, смотрите, я снимаю тренд, тоже такие видео про тренды я снимаю, но это общая, скажем так, общая информация, не идите никогда за трендами, то есть если вы не изучали тренд-вотчинг самостоятельно, то не идите ни за какими трендами, которые вам рекомендуют я, еще кто-то, мои коллеги, мои конкуренты, неважно, почему, потому что вы сделаете то, что вам не подходит, вы не захотите, возможно, этим заниматься, поэтому, либо изучайте тренд-вотчинг, либо изучайте технологии бизнеса, да, и в технологиях бизнеса обязательно изучайте спрос, да, спрос, будущий спрос, прогнозируемый спрос и так далее, и нет никакой ниши в 2022 году, да, нет такого ниши для 2022 года, ниша там для 2032 года, бизнес это не на один годик, бизнес, бизнес это дело на годы, бизнес развить за один годик, собрать там, ну, как бы сливки и уйти невозможно, ну, так не работает, так просто не работает, понимаете, поэтому, когда вы выбираете бизнес, бизнес, вы должны ориентироваться на себя, чем здесь не про то, да, там, выбери любимое дело, ты не будешь работать ни одного дня, ориентируйтесь на себя, я хочу этим заниматься, я готова этим заниматься, я готова в этом разбираться, я готова этому постоянно учиться, я готова этим заниматься за такие-то деньги, дальше вы идете и смотрите, а можно ли там заработать такие-то деньги, спрос, вспоминаем, есть ли там спрос, да, и вы смотрите, что если там есть такие деньги, ок вы занимаетесь. Если вы видите, что там таких денег нету, нафига вам это надо? То есть бизнес, вообще направление выбирается по душе и по деньгам, потому что если там не будет денег, нафиг вам это надо. Если это не по душе, то тоже нафиг вам это надо. Если вам противно этим заниматься, то тоже вам это нафиг не надо. Выбирайте то, и не обязательно это должно быть любимое дело всей жизни. Это должно быть то, чем вы, я готов, мне нормально, мне не противно, и этого уже достаточно. А все дела по душе оставьте для души. Я писала об этом много раз, можно спорить сколько угодно. Я в бизнесе почти 20 лет, я видала, перевидала, и большинство людей, которые начинают работать, заниматься тем, от чего у них там дрожат руки от удовольствия, прогорают, к сожалению. Люди прогорают просто потому, что там не оказалось столько прибыли, столько денег, сколько нужно. Либо там прибыль, деньги есть, но там высочайшая конкуренция. Так, дальше. Пока готовишься к тому, чтобы довести до идеала, до идеала упускаешь все, и перегораешь. Да, нет такого понятия, как идеал. Да, есть такое понятие, как необходимое и достаточное качество. Достаточно. Блин, я эту мысль услышала у Парфенова впервые, это настолько мощная мысль, мы все... Потом я дальше, да, я вспомнила, что мы эти категории изучали, когда еще я училась в маркетинге. Не нужно делать лучшее, не нужно делать самое лучшее, идеальное. Нужно делать того уровня качества, которое необходимо вашей целевой аудитории. И достаточно. Потому что, если вы сделаете еще лучше, чем достаточно вашей аудитории, они могут не пойти. То есть, вы сделаете еще недостаточно хорошо для следующего уровня, но уже слишком, да, с перебором для тех, с кем вы работаете, с кем у вас хорошо получалось. И окажется, что вы вот попали между небом и землей. Мы это на управлении лояльностью изучаем, как понять этот уровень. Я тоже приду к вам на продажи. На программу по продажам вы можете сейчас зайти. Мы всего лишь недельку там поучились. Неделька, она такая установочная, и дальше 4 недели очень мощная, очень много практики. У нас продажи мы не на теории изучаем, а мы изучаем именно очень много, практикуясь. У нас есть бесплатная стажировка для всех тарифов. Даже для тарифа без обратной связи мы организовываем стажировку, чтобы ученики могли потрогать руками вот эти самые продажи. Мы даем обратную связь вообще для всех. Ну и трудоустройство, естественно, и очередь на наших выпускников. Приходите сейчас, потому что в начале года, то есть вы закончите после Нового года, у вас будет 10 дней каникулов. Каникул, каникулов неправильно говорить, да? У вас будет 10 дней каникул. И после каникул вы закончите, и уже на вас есть спрос. Уже сейчас люди заходят в 2022 год и говорят, дай, 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 потому что нам нужно срочно стартовать. Весной немножко, весной тоже хороший сезон заканчивать, весной классно. Но вы попадете, если вы сейчас закончите, вы попадете в пик, то есть вы попадете в те высокие заработки. Потому что когда вы попадете весной, вы зайдете работать в лето, а летом, ну, у многих, многие ниши проседают, вы не сможете заработать хорошо. Если вы хотите быть менеджером, да, и даже если вы для себя, для своего дела учитесь, то имейте в виду, что вы потеряете сезон. Как найти аккаунт Академии? Майер Академии. Спасибо, Сергей. Страх запустить свое. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Страх запустить свое дело. Что вас там страшит? Что вас там страшит? Что у вас не получится? Если вам страшно, что вы прогорите, у вас не получится, начинайте с того, если речь идет про товарный бизнес, начинайте с маркетплейсов. Я серьезно говорю. Еще полтора года назад я говорила, блин, ну не начинайте вы с маркетплейсов, да. На сегодняшний день я уже много с кем переобщалась, я поняла, что не все понимают вообще основы работы на маркетплейсе, и я сделаю цикл, или это будет цикл видео, или это будет цикл текстов, я еще пока не знаю, я расскажу, как каждый может заработать на маркетплейсах. Это самая простая на сегодняшний день платформа, самая простейшая, это не значит, что ее можно не изучать, но ее изучить проще, чем бизнес на инстаграме, чем работу в инстаграме, ее изучить проще, чем работу в офлайне, там меньше рисков, если вы все знаете, потому что, допустим, в офлайне очень много рисков, даже если вы молодец, даже если вы все знаете, вот, поэтому если речь идет о товарном бизнесе, то заходите в Marketplace и обучитесь, пройдите у меня обучение, пройдите, я не знаю, где вы хотите пройти обучение, но это обучение должно учитывать именно бизнес, да, как делается бизнес, а не только как зайти и как там двигать свою карточку в топ, потому что это не является основой бизнеса, у вас должна быть экономика, у вас должны быть все ухищрения, у вас должна быть работа с конкурентами, у вас должны быть техники продаж, у вас должна быть логистика, выбор поставщика, переговоры с поставщиками, у вас обязательно должно быть именно, вы должны научиться ориентироваться на внутренние финансовые цели и всегда чекать, да, я в целях или я уже не в целях, то есть много-много всего, именно такая большая комплексный подход, я думаю, что кроме нашей программы есть еще другие программы где-то в онлайн пространстве, но когда мы собирали нашу программу, мы собирали именно для тех, кому важно систематизировать свой бизнес, то есть зайти и сделать все правильно изначально, либо если люди уже зашли куда-то там на Валберис, на Азон и у них что-то, они не понимают, почему так, что делать дальше, как поменять товар, как выбрать правильную товарную категорию, как вывести свои товары в топы, как зарабатывать, а не только продавать, да, как, учитывая все ограничения, вот эти нюансы маркетплейсов, как все-таки становиться успешным предпринимателем, да, то есть моя задача была именно система, системный подход к бизнесу, а не просто там, я не знаю, там, поехал, купил на садоводе, хотя вообще ничего против садовода не имею, сами там тарились, да, и тариться будем, я думаю, всю жизнь, потому что, ну, так проще, просто даже так проще. А вот, чего вы боитесь в бизнесе, если боитесь прогореть, вам нужен условный проводник, да, вам не будет страшно, когда вы будете знать, что за чем делается, вам не будет страшно, когда вы, когда вас ведут за руку, вам не будет страшно, когда у вас есть мощная поддержка и вы знаете, что при любом косяке вам есть куда обратиться, когда вы идете одни, вам будет страшно, вы будете искать каких-то партнеров, ну, я писала историю про мое партнерство с бизнесом, да, вы будете искать партнеров и вы можете влететь на то, что, ну, вы останетесь внезапно там без партнера, да, партнер вас кинет, партнер вас выжмет, все что угодно может быть, даже самые близкие друзья, к сожалению, не самые надежные партнеры. Да, иду на маркетплейсы и стартапы, это очень хороший выбор, правда, вот после маркетплейсов и стартапа вы не на коленке сделаете, вы будете делать все правильно, но вы можете начинать с малого, можете начинать с малого, как вам комфортно, не всем надо сразу создавать там какое-то, я не знаю, там предприятие, да, кому-то достаточно просто научиться зарабатывать стабильно регулярно 100 тысяч в месяц, кому-то, кому-то надо полмиллиона в месяц научиться зарабатывать, да, кому-то надо уже, он научился полтора зарабатывать, но он не понимает, один месяц полтора, другой 600, третий, 300, потом миллион 800, да, вот это и есть, да, правильно выстроить технологию, создать свою технологию, собрать разные бизнес-процессы в одну бизнес-модель, в чисто работающую, последовательную бизнес-модель, вы хороший выбор сделали, начну с на коленке, нет, нет, там не будет на коленке, поверьте, вы выбрали очень хороший комплекс, так, сейчас почти нет естественного природа, органики, да, нет прироста, органического прироста аудитории, да, да, есть такое, но я могу сказать, что у вас нет прироста, органического прироста аудитории, потому что вы не знаете алгоритмов Инстаграм, если речь идет про Инстаграм, я знаю, что органически прирастать легко, вообще легко, да, на сегодняшний день, имейте в виду, помните раньше, еще на, еще кто учился у меня на обнаженном инстабизнесе, и на первых потоках продвижения Инстаграм я рассказывала, что у нас, к сожалению, нет никаких инструментов, кроме как комплекс, ну, кроме как комплексных платных инструментов, мы не можем попасть в ленты не подписчиков, да, на сегодняшний день мы в ленты не подписчиков легко попадаем, обратите внимание, что на сегодняшний, если раньше нужно было в рекомендованное перейти в отдельный раздел, то сейчас вы, когда листаете, вы видите, что у вас есть посты людей, аккаунтов, на которые вы не подписаны, и Инста находит вас, как человека потенциально, возможно, с потенциальным интересом вот таким вот контентом, потому что вы смотрели что-то похожее, именно поэтому сейчас запрещено, услышьте, пожалуйста, именно поэтому сейчас запрещено ходить в лайк таймы, писать комментарии там, где вы не хотите, ну, где вам неинтересно, а писать, потому что, я не знаю, разыгрывают пиццу, и именно сейчас нельзя заказывать никакие вот эти вот накрутки-прикрутки, потому что алгоритмы Инстаграма сбиваются, и к вам пойдет не та аудитория, которой неинтересно. Если вы в лайко-чатах каких-то или там, я не знаю, в коммент-чатах состоите, у вас есть там сообщество, там пускай 10 людей, и вы друг к дружке ходите каждый день, пишите комменты, у вас нет объединений, у вас нет общности интересов, да, одна торгует там, я не знаю, детским постельным, другая торгует там интим-товарами, да, и вы пошли, переопылили, и Инстаграм такой, а, то есть вот эти вот детские интим-товары, ладно, детские принадлежности, интим-товары еще куда не шло, да, но, допустим, там одна торгует косметикой, другая бетонными шалками, и вас объединят, и аккаунт с бетонными шалками будут показывать девчонкам, которые интересуются косметикой, понимаете, и наоборот, вы не найдете, для того, чтобы органика стала работать, для того, чтобы органика пошла в Инстаграме, вы должны четко работать в интересах вашей целевой аудитории, целевой аудитории, это не подписчики, не путайте, вы должны выделить свою целевую аудиторию, мы это на ПИ говорим, вообще мы на каждой программе говорим про целевую аудиторию, вы четко должны выделить свою целевую аудиторию, и работать с целевой аудиторией на привлечение, даже если у вас временно просядут охваты, и временно вы провалитесь, вы провалились, алгоритмы настроились, и вас начнут показывать уже наконец-то тем, кому интересен ваш контент, кому интересен ваш продукт, кому интересно то, что вы хотите продвинуть и продать, поэтому выходите, это страшно, я знаю, я одного предпринимателя вытаскивала из этого порочного круга бесконечные закупки лайков, потому что, боже, что люди скажут, у меня миллион подписчиков, а лайков меньше, там, скольких, там, меньше 100 тысяч, и в месяц человек тратил около миллиона на вот эту накрутку комментов, на накрутку этих, покупку лайков огромного какого-то количества, это бред, это не стыдно, это так же, как, я не знаю, поставить в магазин и покупать очередь людей, платить актерам, которые будут стоять у тебя в очереди, ну, вот, и те, кто целевые, да, они увидят, что это не те люди, ну, стоят какие-то, я не знаю, там, эксцентричные личности или там бомжи, и они почекают, да, они видят это, ну, и мне там нечего делать, нельзя, за это не надо платить, вообще, люди не смотрят на сегодняшний день на количество подписчиков в случае, если ты не блогер, да, если ты не позиционируешь себя, как я, эксперт по инстаграму. Так, у вас нет ощущения, что онлайн-обучение, вебинары и продажи в них, по крайней мере, в том виде, в каком они сейчас присутствуют, уже всех утомили? Конечно, кого-то утомили, кого-то не утомили, но это также, как рассуждать, ютюб утомил, что там еще, там, тенты утомил, там, сериалы утомили, людей всегда все утомляет, естественно, и если вы подходите, то есть вы, как потребитель, подходите вот к этим вебинарам и обучалкам, как человек, который хочет получить какие-то навыки, да, технологичные, технические, получить профессию, то вы идете туда, где вы видите, что мне дадут, то, что мне надо, ну, допустим, вы приходите ко мне в академию, потому что я даю востребованную профессию, например, да, не я там работаю преподаватель, у нас штаб преподавателей, вы получите востребованную профессию, и вы, наконец-то, начнете зарабатывать там те деньги, которые вы мечтали заработать, ну, например, там, 200 тысяч менеджер по продажам может зарабатывать, тогда вы идете, вы не смотрите, ой, что-то она сегодня как-то, ну, не так выглядит, да, или хотелось бы мне там, я не знаю, побольше майамов каких-то, а вы идете и получаете контент, но если вы идете, если вам хочется поразвлечься, ну, условно, изучить там, как быть там самой желанной в мире, там, чекулей, да, ну, это же развлечение, это же не то, на чем вы будете, хотя, может быть, кто-то на этом будет зарабатывать, или, я не знаю, там, как испечь самую вкусную в мире шарлотку, вот там уже ваш спикер, да, тот, кто вам продает эту программу, он должен думать о том, что вас нужно развлекать, с вами нужно поиграться, нужно как-то подурачиться, дать себя проявить, но когда вы идете получать профессию или когда вы идете качнуть свой бизнес, у вас нет никаких вот этих иллюзий, ну, мне хотелось бы, чтобы там как-то было красивенько все, вам пофигу на это красивенько, вы идете, вы берете технологию, внедряете, получаете результат, поэтому все зависит от того, а чему вы там хотите обучиться. Как вы умно все говорите, в моем периоде жизни вы как подарок вселенной. Значит, я ваш подарок вселенной, принимайте с благодарностью, кайфуйте и заберите все от этого подарка. У вас очень насыщенный материал, все нужно продумывать и прорабатывать много раз. Так оно и есть, так и есть. Наши программы, люди заходят, заходят, обучаются, проходит время, они продлевают доступ, и уже когда они второй раз или третий раз продлевают доступ, они говорят, а этого не было. Это было просто настолько мощно и плотно, что человек берет сначала самое простое, самое очевидное, забирает, внедряет, у всех это разное, да, ну, мы же все на разном уровне. Проходит какое-то время, человек говорит, так, надо мне еще, как бы, ну, было хорошо, я хочу еще раз повторить вот это все. И человек заходит, он говорит, как много нового открылось, просто очень-очень плотный материал. Ну, так оно и есть, вы абсолютно правы. Какие тренды в обучающих программах есть, правда, всех утомило, что на все есть мини-курс, люди перестают доверять? Не знаю, я не знаю, моя аудитория ничего не утомила. Какие тренды в обучении? Ну, геймификация, естественно, это тренд, но, допустим, у меня никогда не будет геймификации по одной простой причине. Мы образовательное учебное заведение. Ну, представьте, что в универе, куда пойдет ваш ребенок, будут внедрять технологии геймификации. Ну, там, поиграй, опереди. И, да, люди вовлекутся, люди будут с большей охотой ходить, вот наши дети с большей охотой в этот универ будут ходить, но они будут играть, они будут ходить из-за геймификации, а не для того, чтобы получить вот эти знания. У нас учиться, это не просто там пришел, там, я не знаю, там посмотрел, там, ну, давай, давай, вот так вот, да, посидел там, расслабившись, пришел и сдал. У нас все конспектируют, у нас все сдают, у нас все проходят учебную стажировку. Мы потом сдаем отчеты об обучающихся, мы сдаем, мы заключаем договора, когда люди стажируются, у нас все официально. У нас этого не будет никогда, я в другом рынке, мы работаем совершенно в другом рынке. Поэтому, конечно, если там обучаться вот этому, вот, как стать там, намагичить себе состояние, как стать там, женой миллионера и прочее, прочее, ну, там есть какие-то тренды. Я в это не вникаю, я не вникаю вообще в тренды какого-то там вот этого, курсов. Это не онлайн-образование, не путайте, вот эти курсы не имеют отношения к онлайн-образованию. Онлайн-образование – это лицензируемая деятельность. Это онлайн-образование, разрешить вообще называть себя онлайн-образованием может только министерство образования. Когда министерство образования выдало определенную лицензию, да, проверило, увидел, кто у вас руководитель. Это руководители соответствующего образования, без образования ты не можешь руководить образовательным учреждением. У тебя все твои преподы с определенным образованием, им можно преподавать. У тебя твои программы, все аккредитованы департаментом образования и науки. То есть тогда это онлайн-образование, все остальное – это и не обучающая программа. Запрещено по закону, запрещено вообще так называть, да, потому что ФАС, ну, как бы на это очень нехорошо реагировал бы, если бы кто-то про это где-то говорил. Спасибо за вчерашний эфир, сейчас просто эфир идет на любую тему или продолжение. Ну, я сейчас, нет, ну, не продолжение вчерашнего эфира, нет, я просто общаюсь с аудиторией. Услуги на маркетплейсах можно продавать? Услуги пока, ну, смотрите, на Азоне и в Аудресе услуги пока не продаются, но там цифровые продукты можно продавать. Юля, можно начать курс маркетплейса, когда ты не знаешь, каким товаром заниматься? Да, можно, да, да, можно начать на курсе первый день, первый урок даю я, я помогаю определиться вам с вашими товарами, да, первично, и дальше уже идут расчеты, чтобы вы опирались не только на, там, хочу, не хочу, разбираюсь, не разбираюсь и так далее, чтобы вы опирались на то, заработаете ли вы те деньги, которые вам нужно заработать в первую очередь, и на то, экономически выгоднее с какого товара начинать. Это мы будем все считать. Юля, поможет ли стартап, если не пойму, каким бизнесом заниматься? Да, конечно, стартапу помогает еще тоже выбрать нишу. На стартапе мы выбираем нишу, мы просчитываем, мы все считаем. Сергей, добрый вечер, извините, я не смотрела сторисы два дня назад, хорошо. Не ходите, офигеете, а мне знакомые с СММ все предлагают лайк таймы. Я знаю, что СММщики, которых обучили, я не хочу, как бы, говорить там блогеры, не блогеры, но я знаю, что так работает. Но если вы изучите алгоритмы, да, вам скажут, чем больше лайков, тем больше охват, охват среди кого? Следующий вопрос. Задавайте вопрос, охват среди кого? Чем больше лайков, тем больше охват среди кого? Среди тех, кто вам нужен или среди тех, кто полайкает? Понимаете, вас будут охватывать среди похожих на тех, кто вас полайкал. И вы в рекомендованное будете попадать к тем, кто вот эти люди. Поэтому имейте в виду, это все херня. Старые СММщики, ну я имею в виду те, которые либо не учились, либо учились 138 лет назад, либо СММщики, которые учились в плохих школах, где, ну, в плохих школах, там будут учить этому. Лайк таймы я разбираю как инструмент, и я говорю, где я его разбирала, где ты его разбирала. Но лайк таймы нет ни в коем случае, не ходите в лайк таймы, в коментинги не ходите. Даже когда вы, послушайте, даже когда вы участвуете в каком-то марафоне, как спикер, просите, чтобы вам не говорили, чтобы на вашем аккаунте вот этого не было. Там пойдите, полайкайте, покомментируйте вот этот аккаунт, этот. Это я всегда прошу, пожалуйста, меня не вписывай, мне не надо. А у меня офигенная чистенькая аудитория, у меня чистейшая аудитория. У меня много людей, у меня небольшие охваты, да, можно было бы мне заморочиться и тоже там напрячься. Я знаю, как поднять охваты среди моей аудитории, я прекрасно знаю, как поднять. Но мне не надо, мне надо, чтобы охватывалось среди тех потенциальных моих учеников, клиентов или людей, с которыми мы созвучны, чтобы я могла пообщаться, как вчера, например, чтобы мы могли там, я не знаю, поднять какую-то тему, поржать, поплакать, если надо. Я думала, я одна такая, кто продлевал четыре раза. Нет, Юль, ты не одна, многие продлевают много раз. Я еще и по два раза проходила. Вчера после ваших сторис я поняла, что я добавила вас в свое окружение, учусь у вас на курсах и на эфирах. Супер, супер, добавляйте, конечно. Я же тоже себе кого-то в окружение когда-то добавляла и сейчас тоже кого-то добавляю, потому что я понимаю, что нам есть про что быть. Это уже ОИ продлевала четыре раза. Онлайн-образование продает свои курсы по той же методичке, что и развлекалки для девочек. Не знаю, не знаю я, про кого вы говорите. Онлайн-образование все, большинство. На сегодняшний день образовательная лицензия есть у считанных, скажем так, участников этого рынка. Те люди, которые говорят, что у них есть образовательная, что они выдают дипломы. Обратите внимание, они выдают дипломы от какого-то учебного заведения, скорее всего, петербургского какого-то учебного заведения. Хочу попросить я питерцев съездить и просто сфотать, потому что гугл-карты показывают, что это просто жилой дом. Посмотрите, от кого они выдают эти дипломы, и вы поймете, что... И зайдите на сайт этих образовательных учреждений, от которых выдаются дипломы. Посмотрите, есть ли там та обучающая программа, на которую вам выдают этот диплом. Является ли сотрудником этот спикер, у которого вы учились. Там очень много всего интересного вы сами обнаружите и поймете, что все эти дипломы, они не занесены ни в один реестр. В РДО они не фигурируют. И нет там никакого... Вы платите блогеру, а диплом выдается вам от какого-то учебного заведения, которое вы в глаза никогда не видели. Вы не знаете и вот этого учредителя, этого учебного заведения, вы не знаете, и он о вас не знает. Его не существует вообще в природе. Но это схема. Вы платите блогеру, блогер покупает потом для вас дипломы. Он эти дипломы даже в глаза не видит. Эти дипломы потом рассылают почтой вам вот то учебное заведение из Питера. Ну это такая схема, это мошенничество, это подлог. Поэтому, когда вы всех подряд называете образованием, имейте в виду, что вас немножко дурят. Детки мои вернулись. Я бы еще раз пошла на ПБ, но нет его уже. Я не вывезу еще раз ПБ, сложная программа. Ну для меня эмоционально, морально. Как вы набирали своих подписчиков? В разные периоды по-разному, в разные периоды вообще по-разному. Скажите, пожалуйста, какое образование у вас? Первое образование – это вравитмаркетолог, второй – экономист-менеджер и третье – психология. Дипломы профпереподготовки. Это обычно… Ну загляните в эти дипломы профпереподготовки. Что там написано, кто подписывал, от кого они выдавались. Можно проверить где-то лицензию заведения, просто забиваете лицензию заведения в интернет, и ну все, вы все увидите. Цветы сейчас заходят на маркеты, это всем так можно или есть особое требование для продавцов? Как думаете? Интересно, но не понимаю, как они работают. Про цветы я помню вот этот твой вопрос, я его помню, я его задала, я как получу ответ, я задала спикеру, я же не работаю на маркетах, да? Я задала спикеру, когда она ответит, освободится, я тебе обязательно отвечу про твои цветы, хорошо? Если я не отвечу до понедельника вечером, то, пожалуйста, напомни мне, я возьму эту инфу и расскажу тебе, хорошо? А, так, 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 да, спасибо, если забыла, обязательно напомню, ладно? Ну что, поотвечала я на ваши вопросы, приехали мои детки. Цели на 2022? Про мои цели я, конечно же, говорить не буду, про ваши цели, наверное, знаете, в цели важно не то, как вы ее напишите, напишите ли вы ее вообще, где вы ее напишите и так далее. Ага, встречался как клиент, окей. Неважно, что вы напишите, важно, знаете ли вы, как ее реализовать. Знаете ли вы, как эту цель реализовать, реализуете ли вы ее в цели, важно ее реализация. Поэтому, когда вы составляете цели, неважно, на год, на неделю, на месяц, цели можно составить в среде, ну, в среде года. Почему всегда занимаются прописыванием целей, там, в январе и в декабре, ну, типа, заканчивается год, я сейчас начну новую жизнь, сколько процентов вы выполнили за предыдущий период? Сколько процентов? Вот тут важно вот это понимать, да, и в целях важна приоритетность, да, то есть мы выполняем сначала приоритетную, да, и уметь разделять, сейчас скажу, уметь разделять вот эти короткие цели, да, те, которые надо прямо сейчас решать, и уметь выполнять те цели, которые не срочные, но влияют на вашу жизнь, на ваш бизнес, да, вот на то далекое. Например, кто-то там пятый год планирует пойти в спортзал и никак не может дойти. Это же не срочно, не срочно, можно потом, через недельку, конечно же, можно. Через три года время прошло, а ты все еще не в спортзале. Ну, как бы ты откатился, да, конечно, ты откатился. Ты видишь, что ты откатился? Нет, ты не видишь, потому что каждый день ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это, знаете, как, если долго, ну вот, например, да, я долго не была у себя на родине, да, я с августа прошлого года, ну, как в Беларуси случилась эта фигня, меня туда больше не пускают, меня туда пускают, меня обратно из Беларуси в Россию не пускают. И я понимаю, что я так долго там не была, и я боюсь туда ехать, потому что, когда я туда ездила каждые два-три месяца к маме, да, я это видела, и для меня постепенно, то есть, ну, я видела, что, ну, вот здесь чуть хуже, здесь чуть хуже. Сейчас мне страшно туда приезжать, да, что вот прошло полтора года, что я там увижу, вот эту разруху. Вот точно так же и с теми долгосрочными, скажем так, планами, задачами, которые не обязательно сегодня выполнять. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю. Найти случайно невозможно, пока не встречал. Продлевать доступ нужно, лучше усваивается, еще бы домашку давали продлевать, когда технически первый раз все это очень емко и долго, знание глубочайшее, супер для новичков, проблема успеть. Ну, проблема успеть и для старичков всегда. Здесь, смотрите, здесь проблема не в том, что вы не успеваете, а проблема в приоритетах, что для вас на этот период приоритетнее. И на время обучения, я по себе говорю, я приостанавливаю там все мои развлечения, все встречи, все дела, которые можно сейчас не делать, я занимаюсь учебой. Я учусь на этот период, я занимаюсь только учебой, больше ничем. Поэтому, ну, я всем тоже так рекомендую. Ну, ты имею в виду, что тебе там 5 недель, например, на большой программе комплексный маркетинг, это 5 месяцев, тебе нужно будет ограничить себя во всем. Да, а еще, знаете, в чем проблема в том, что люди учатся онлайн, да, и кажется, я это потом, я это потом. Вот когда я училась в Ранфиксе, я училась в Офе, мы ходили в аудиторию, я на онлайн не хотела ни в коем случае, потому что я знаю, что, ну, я такая, что я могу потом, потом, и я потом наберу хвостов. Так вот, точно так же, да, я не могла сказать, ладно, я потом вот эту оффлайн лекцию послушаю, мне нужно было запланировать, да, и каждый вечер в 6 часов мне нужно было сидеть в аудитории. Вот, точно так же и здесь вы должны для себя запланировать, что с 3 до 5 я каждый день учусь, или там с 7 до 9 я каждый день учусь. То есть, это ваше планирование, это, ну, здесь нужно просто по-другому подойти к своему распорядку. Здрасте, здрасте. Ставить одну на год и долбить методично. Про цели. Да, очень важно составлять планы, чем долгосрочнее, тем лучше. Мама не хочет к вам переехать. Ну, маме уже столько лет, что переезжать не так-то просто, это первое. Второе. У меня же не только мама, у меня еще папа. У меня не только мама, у меня папа. И, как бы, ну, это такая интимная, конечно же, тема, не буду я ее прям очень сильно в нее заходить, но я могу сказать так, что если бы мама хотела переехать, она бы уже переехала. Да, тут такой вопрос. И тащить к себе родителей, за собой родителей, как бы, ну, не каждому, не каждому это по силам, да, и не каждому, и не каждому родителю это тоже по силам. Советовали бы вы приехать в Россию? Для чего? Ну, кому советовала? У меня нету никаких там советов, я не знаю, у каждого это же серьезное решение. Самоорганизация, это очень сложно. Да, самоорганизация тоже очень сложно. Дальше. Быть в оффлайн и онлайн, где-то золотая середина, как замерять ее. Ничего вы не замеряете. Золотая середина, она у вас своя, у всех своя. Что вы делаете в онлайне, что вы делаете в оффлайне? Я не знаю, вот я 4 года назад, я плотно зашла в онлайн, сюда конкретно в инстаграм, потому что для меня это была такая возможность пообщаться, я осталась совсем одна, только с детьми, и моя аудитория, я благодаря своей аудитории, я смогла справиться с теми сложностями. И меня было очень много в онлайне, я просто не вылезала, я эфирила, наверное, через день. Это был тот период, когда я могла просто разреветься в эфире, подсирать сопли. Потом я поняла, то есть мне в оффе стало интереснее, изменения в жизни произошли. Мне стало интереснее в оффе, и я, скажем так, переместилась. Здесь нет никакой золотой середины, распорядок дня. Распорядок дня, если вы понимаете, что вы залипающая, что вы можете залипнуть в онлайне, и вы там не увидите детей, они лягут спать не вовремя, наедятся земли, еще чего-то, то распорядок режим и четкое следование режиму спасет. И у всех своя золотая середина, вы эту золотую середину себе устанавливаете. Для кого-то нормально 10 часов быть в онлайне, для кого-то недопустимо больше 2 часов. Это ваше. Ответьте на вопрос про преподавателей, пожалуйста, кто у вас преподает, откуда берутся преподаватели. Ну, у нас преподают на разных программах разные преподаватели. Где мы их берем, это коммерческая тайна. Да, ну, есть такие вещи. Я вообще расскажу, да, что я же из оффлайна, я коммерс из оффлайна, я начинала в 2002-2003. И я вообще никому никогда ничего не рассказывала, да, где я беру товар. А ко мне приходили такие, а у меня очереди, у меня офигенные выручки, да, у меня все круто идет. И ко мне приходят такие, говорят, а где ты берешь товар? А это вот то время, когда интернета не было. Ну, его не было. В интернете мы что делали? Мы e-mail пересылали только, да, там, я не знаю, учатели сидели. И все, то есть, ну, по работе не использовали, да, большинство, вообще сайтов не было у большинства компаний. И ко мне такие приходили, а где ты берешь товар? И я такая говорила, а сейчас вот я, понимаешь, я вот сейчас тебя возьму и все расскажу, где я беру товар, на каких условиях, да, как я договорилась, что лучше идет, что хуже, где быстрее товар раскупают, в каких объемах закупать. Конечно, дорогая, да, я же хочу себе создать конкурентов. Я же вот прям стою и думаю, что мне скучно, да, как-то мне скучновато, где мои конкуренты, у всех есть, а у меня нету, да. Конечно же, смешно. И я не рассказывала вообще ничего. Еще я работала в такой нише, у меня была куча, бесконечная куча каких-то проверок, да. Это направление, где легко могли привлечь за нарушения авторских и смежных прав. Это никакие не курсы, да, это не будем, как бы, ну, не будем, если интересно, расскажу, чем я занималась. Но на протяжении, там, многих-многих лет, и это разное направление. Вот. И ко мне там приходили, говорили, а как ты это делаешь? Я говорю, конечно, я вот вчера 8 тысяч долларов адвокату заплатила, да, чтобы меня вытащили. А сегодня я тебе бесплатно расскажу, да, чтобы вот ты, мой конкурент, не влетел на такую же ситуацию. Ну, это мы говорим о чем? Ну, что значит, где вы берете? У нас есть свои методы поиска преподавателей, да, и, скажем так, хантинга преподавателей. Поэтому, ну, нет, конечно же, я не расскажу, где мы берем. Мы на программах, мы рассказываем, да, ну, мы говорим, кто наш препод, да, где его можно найти. Все его, там, заслуги, регалии, да, и бэкграунд. Но, ну, вот здесь вот я сейчас сяду, да. У нас и так мне постоянно моим сотрудникам предлагают перейти, там, на большие деньги к ним. Ну, потому что видят, что мы делаем круто, мы быстро растем, мы очень быстро выросли, да, и мы растем, и мы систематизируем, мы влияем на этот рынок. К моим сотрудникам бесконечно приходят и говорят, а иди ко мне, я тебе больше буду платить. Но тоже мои сотрудники, как бы, умные люди, да, мы не собираем глупых людей. Отвалился один, ну, один у меня крутюль, блин, от шкафчика. Они понимают, что один раз заплатить больше несложно. Сложно в течение нескольких лет платить стабильно и регулярно. Вот этим онлайн грешит, к сожалению, все еще грешит. Вот, а преподы, информацию о преподах вы можете почитать на сайте каждой обучающей программе. У нас все лежит в открытом доступе, мы не скрываем. Я тоже хотела своих в Испанию забрать, но пришлось понять, что это мое желание лучшей жизни для них. Да, да, все верно. О, хороший вопрос. Уважаемый Иоанн, хочу у вас спросить, почему раньше вы призывали развивать свой собственный сайт инстой, а теперь призываете осваивать маркетплейсы? Рассказываю. Я и до сих пор говорю, ни в коем случае нельзя останавливаться на одном маркетплейсе и даже на двух-трех маркетплейсах. Да, потому что маркетплейсы, это так же, как сделать один инстаграм. Да, если ты сделаешь один инстаграм, ты рискуешь в один день остаться без единственного канала продаж, ну и, соответственно, без сбыта. А остаться без продаж для предпринимателя, для многих, это влететь на неликвиды, это не рассчитаться с поставщиками, сотрудниками и так далее. Точно так же я и сейчас, обратите внимание, читайте все мои посты. Не один эфир, где я говорю, выходи там на маркетплейсы, да, а читайте все мои посты. Ни в коем случае нельзя оставаться с одним маркетплейсом, но на сегодняшний день, если ты стоишь в самом начале и ты не знаешь, как работать в онлайне, ты, допустим, ты не знаешь вообще, как в смысле продавать в том же инстаграме, да, что делать, чтобы продавать в инстаграме. Ты не знаешь, и ты понимаешь, что, ну, заведу я аккаунт в инсте, окей, я накидаю туда фоток, сделаю описание, а люди туда как придут, и ты не понимаешь, да, а как туда придут люди, и ты понимаешь, блин, надо идти куда-то учиться, да, чтобы мне научиться привлекать людей, правильно? Потом, когда ты научаешься привлекать людей, у тебя встает другой вопрос, окей, они написали мне в директ, спросили там, сколько это стоит, и ты такой сидишь и говоришь, блин, как ответить, да, напишу там 3200, написал 3200, они ушли, и ты такой, факт, да, я, как бы, люди пришли, люди спросили, а они не покупают, а они собирают информацию, уходят и больше не возвращаются. И ты идешь дальше, уже изучаешь техники продаж, и вот тогда у тебя уже выстраивается такая система, у тебя есть одна, один канал продаж, ты научился на этот канал продаж приводить людей, ты с этими людьми там работал, и потом ты, ну, то есть как-то ты с ними там взаимодействовал, да, и ты научился продавать, а потом ты научился с этими людьми работать на удержание и возвращение, то есть ты им еще и повторно продаешь. Многим, для многих, и инстаграм это не то, что ты зашел сегодня, да, и с завтрашнего дня у тебя пошли продажи, инстаграм это история в долгую, да, многие заходили и начали получать там продажи спустя полгода, когда они все выстроили, когда вложили кучу денег, так вот, на сегодняшний день, если ты стоишь в самом начале и ты не знаешь, у тебя нет работающего инстаграма, у тебя нет своего сайта, у тебя там нет своего магазина, да, и ты стоишь, я хочу торговать, я не знаю, с чего мне надо. Маркетплейс на сегодняшний день, это самое простое, потому что из любого региона ты можешь оформлять, осуществлять доставку, быть поставщиком на маркетплейс, я имею в виду Валберес, ну, Озон там, понятно, что он не везде распространен, но у тебя есть такая возможность, тебе все, что тебе нужно, это правильно отобрать товар, посчитать его, чтобы он был продаваем, чтобы он на том маркетплейсе, на котором ты хочешь продавать, чтобы он был продаваем, и это ни в коем случае не посмотреть, а что продают. Если продают другие, если продают другие, то и я туда влезу, потому что, когда продают другие, и ты туда влезешь, на плюс тебя продаж не увеличится, а ты просто располовинишь, ну, скажем так, было 10 продавцов, ты стал 11, и все стали меньше зарабатывать, да, и ты думал, что ты столько будешь продавать, а ты вот столичка продаешь, плюс еще вот на этих 10 продавцов смотрели еще 150 человек, да, и они такие, о, блин, класс, они продают, я тоже сюда зайду, да, и вместо 10, там уже стало на сколько, 159 вот этих вот продавцов, и 159 людей делят вот этот вот маленький рынок, ну, там, условно, миллион в месяц, да, и вот 159 людей стали делить вот этот миллион, то есть я это к чему говорю, к тому, что нужно уметь правильно считать, уметь считать спрос не только по запросам там в WordState, и уж тем более не по статистике на самом маркетплейсе, да, а есть косвенные критерии, параметры и признаки, по которым считается спрос, и есть спрос, который еще, допустим, на маркетплейсе не закрыт, вот нужно уметь его искать, я этому обучаю на сегодняшний день тот спрос, который еще не закрыт, и плюс мы пригласили спикера, очень крутого, я очень горда, что мы все-таки добились, да, что он к нам пришел, он еще подскажет и расскажет, каким образом закрывать данные от конкурентов, то есть что делать для того, чтобы ваши конкуренты не могли прийти спарсить, скажем так, ваши данные, да, и увидеть, что, ага, он продает 100 штук в день, ваши конкуренты, он расскажет, что сделать, чтобы конкуренты видели, что вы продаете 3 штучки в день, это такое введение в заблуждение ваши, не ваши, а вот эти аналитические программы, вот, то есть важно посчитать тот товар, который будет приносить тебе прибыль, правильно оформиться, да, потому что все очень, все зависит от того, как ты, куда ты, какой ты склад выберешь, как ты, какой ты вид логистики выберешь, правильно зайти, дальше работать так, чтобы, ну, естественно, когда ты заходишь, у тебя сразу же ты, ну, ты как бы хорошо зайдешь, да, тебе Валберез даст какую-то фору, но потом вот оправдать, то есть стать тем надежным продавцом, которому Валберез будет доверять, скажем так, будет пушить, да, что делать, чтобы Валберез тебя пушил, как правильно seo-шить, Как правильно заполнять, как правильно общаться даже в случае, когда к тебе придут конкуренты и нашлют на тебя кучу-кучу негативных отзывов. То есть я это рассказываю, тебе не надо думать, как привлечь аудиторию, потому что Валберис это агрегатор, да, Валберис и Озона это агрегатор, где уже есть аудитория, тебе не нужно думать, как вот эту всю огромную аудиторию к тебе на карточку запустить. Твоя задача быть там, где трафик, твоя задача просто быть там, где трафик. Тебе не нужно думать, а как мне доставлять, я на почту России отвезу вот эту вот коробку или там пакет со своим товаром, а почта потеряет, а кто будет отвечать, а зачем человеку ждать, пока эта почта России там через 4 дня пришлет. То есть это наиболее понятная и простая модель. Следующая, то есть когда ты освоишь маркетплейсы, я настаиваю, что нужно внутри маркетплейсов учиться работать так, и это тоже я добавляю в программу, учиться работать так, чтобы ты мог собирать базу клиентов, тех, которые пришли у тебя, купили, собирать и припосаживать ее уже можно на инстаграм, на ютюб, в емейл, в чат-бот, в любые закрытые чаты. Наша задача как коммерсов. Чему учат другие программы? Они говорят, заведи инстаграм и из инстаграма переливай на Валберис аудиторию. При помощи таргета, при помощи рекламы у блогеров. Это неправильно. Так можно делать, когда тебе нужно решить короткую задачу, такую быструю короткую задачу, но постоянно так делать это неправильно. Потому что твоя задача на самом деле извне забрать из Валбериса, забрать аудиторию и привезти ее сюда. Ты можешь продолжать продавать через Валберис, то есть закольцовывать, чтобы тебе не нужно было заниматься логистикой, но это ты делаешь рассылки, предложения. То есть на сегодняшний день больше инструментов и имеет смысл уже заходить на маркетплейсы. Если у тебя стоит выбор, допустим, ты умеешь работать, ты умеешь настраивать маркетинг, ты умеешь продавать, для тебя ничего не сложно. И ты готов заниматься логистикой. Делай свой сайт, делай свой личный магазин, делай свой инстаграм и работай. Не плати никому вот эту кучу комиссий, не вылетай на пересортицу, не вылетай на порчу товара. Если ты все это не готов, тебе нужны деньги, вот тебе надо зайти и в течение первого месяца получить деньги, то это маркетплейсы. И там старт простой, быстрый и гарантированный на сегодняшний день. Но как только ты, скажем так, организуешь бизнес, что у тебя уже там все пошло, ты уже, может быть, даже взял себе какого-то менеджера, людей, которые помогают тебе работать, то есть у тебя есть сотрудники, развивая другие каналы, потому что в других каналах денег больше. То есть бизнес, он должен быть таким, знаете, омниканальность, это тренд, естественно, да, это тренд 21-22 года, ты должен быть представленным везде. И твой клиент должен иметь возможность зайти, купить там, где ему удобно и так, как ему удобно. И вот эта вот бесшовность, да, ее нужно тоже выстраивать и соблюдать. Ответила ли я на ваш вопрос? Конечно же, если ты делаешь только один канал продаж, это огромный риск. Это огромный риск, потому что тот же самый, там маркетплейс, неважно, там Валберес или Озон, неважно, вообще неважно, на какой вы идете маркетплейс, вы пропали. То есть что-то случилось, вы случайно или нарочно нарушили правило, и вы потерялись, все, у вас нет продаж. Это огромный риск, да, но когда у вас есть и Инстаграм, и Ютуб, и Валберес, и Озон, и Яндекс, и Алик, да, и еще что-то, вы становитесь неуязвимы. У вас везде, там, я не знаю, условно, каждый канал вам дает 20%, и вы, когда что-то случается с одним каналом, вы теряете только 20% оборота, а не все 100, если у вас только один канал. Понятно, о чем я говорила и о чем я говорю. И слушайте, пожалуйста, что я говорю, ну, в большом разрезе, а не в рамках одного эфира. Конечно, я говорю, приходите на программу маркетплейсы. Я сама на сегодняшний день, я завожу брата своего, мой брат, я говорила, да, переехал в Москву, был вынужден, неважно, не буду рассказывать эту историю 50-й раз. И нам сейчас, нам, я уже присоединилась к его, этой задаче, заботе, сейчас важно наладить стабильный регулярный приток определенной суммы денег в месяц, да, не уходить, не делать там маркетплейс основным там источником дохода, но наладить его, чтобы можно было развивать тот другой бизнес, который, скажем так, который начнет давать отдачу через 9 месяцев где-то, все это время нужно жить, нужно жить, настраивать свою работу, водить ребенка в платный садик, даже не помогать и так далее, и так далее, и выстраивать свой бизнес, который потом даст обратку. А дальше уже решить, оставаться с маркетплейсом или уходить с них. Вот, поэтому, если вам нужны быстрые деньги, то, конечно же, это маркетплейсы, на сегодняшний день это маркетплейсы, но там недостаточно просто, там недостаточно просто зайти, там важно еще правильно присутствовать. Ну, влюблен в вас, и что мне теперь делать, я не могу жить без вас, ну, судя по всему, да, кто-то пишет, пойти к психологу, судя по всему, вам придется как-то учиться жить без меня, Валентин, при смерти Валентина, берегите себя. Влюбленному делать, не писать, не говорить, а делать, найдите адрес Академии, отправить цветы, приглашение на ужин, ну, для начала, Юль, спасибо. Знаешь, онлайн, вот эта вот вся любовь в онлайне, она, конечно, такая заманчивая, знаешь, ты можешь ничего не делать, вообще ничего не предпринимать, признаваться любви, а еще, знаете, есть же возможность видеосвязи, можно все что угодно, можно сексом заниматься и детей рожать в онлайне, да, ну, так и ничего и не сделать, вообще прекрасное время. Ага, интересно, были критерии отбора преподавателей и сотрудников в команду, но ответ мне понравился, спасибо, Юля. Критерии отбора сотрудников, критерии отбора людей в команду, ну, в первую очередь это профессионализм, мы никого не учим, мы больше никого не учим, мы, скажем так, доучиваем под нашу специфику, да, именно под нашу компанию, для чтобы человек, ну, встроился в нашу миссию, да, но это изначально профессионал. Либо человек, который прошел у нас обучение, потому что, допустим, менеджеров мы берем только своих, потому что мы обжигались уже на чужих менеджерах, это, ну, сложно, очень-очень сложно, у нас специфический продукт, у нас жесткие требования к работе с клиентами, в том числе у нас клиент на первом месте, и, ну, не все готовы так работать. Вот, преподаватели, критерии отбора там не только наши, там еще департамент образования может, ну, задать вопрос, какого хрена у вас человек там условно без специального образования, ну, читает, да, он не имеет права читать. Поэтому маркетологи, которые говорят, что я преподаю маркетинг, но, потому что я опытный, я такой весь молодец, у меня нет никакого образования, там, я не знаю, я токарь третьего разряда, ему нельзя преподавать, ему запрещено преподавать на самом деле. Так, написать портрет хотите, напишите вообще, у меня фоток очень много. Так, надо искать пустую нишу, ну, знаете, здесь такое, такое дело, что пустых ниш, скорее всего, на сегодняшний день нет, да, потому что ниша – это не товар, это не продукт, которым вы будете заниматься, да, ниша – это еще и задача, да, то есть ниша, она, ну, это, это составляющая из многих факторов. Да, это не только товар. И вот, когда говорят, что надо искать каких-то людей с незакрытым спросом, да, это очень условно, потому что, ну, вот, предположим, нет ни одного, никакого запроса, который еще не закрыт другими предложениями, ну, кроме, там, навыка летать, да, ну, это еще и пока ничем мы не закрыли, имею в виду, человек сам крыльями машет, да, или ручками машет, да, или ручками машет и взлетает. Вот этот запрос еще не закрыт, но абсолютно все, что вы придумаете, да, закрыто. Ну, вот некоторые говорят, я сделаю там новую технологичную одежду, которая там, я не знаю, будет удерживать тепло зимой, а летом охлаждать. Ну, есть, этот запрос решается другой, нетехнологичной одеждой, то есть рынок весь поделен. Тут важно еще понимать, что с каким товаром вы выходите и где, да, потому что что-то, допустим, на маркетплейсах еще пока не представлено, ну, туда еще не зашли ваши конкуренты, да, почему у вас там нет? Нет, возможно, высокий порог входа, возможно, есть товары, мы вот сейчас тоже когда ищем, мы сейчас прорабатываем одно направление, очень любопытное, но там сложный, сложный вход в эту нишу, потому что там нужно получить, ну, то есть там нужно получать еще от медицины и разрешение от медицины, и подтверждать безопасность. Это не про сертификаты, вообще не про сертификаты, вот, не буду говорить для того, чтобы брату, скажем так, не заподлить, да, чтобы кто-то не сделал раньше, чем он. У меня отец из Беларуси, отлично. Здравствуйте, это какая программа, и если B2B, не понимаю ваш вопрос, B2B на какой программе, про какую программу? Б2B у нас на, не понимаю, про что вы говорите, Marketplace это не про B2B, естественно, Marketplace это не про B2B, Marketplace это B2C, это торговля с конечным, для конечного клиента, для конечного потребителя. Если вы про это, если у вас вопрос есть, что-то, какую-то задачу вам надо в сфере B2B решить, напишите мне в Директ, что вы хотите решить, какое я скажу, есть у нас такое или нет, занимаемся мы таким или нет, потому что, ну, мы не всем занимаемся, мы занимаемся только коммерческой деятельностью, да, это маркетинг, продвижение и продаж, то есть в нашей академии мы только этим занимаемся, больше ничего мы не учим, у нас нет IT, у нас нет там мягких навыков и так далее. Подскажите, правда, что прежде чем зайти с товаром на ВВ нужно получить разрешение от производителя продавать? Ну, как минимум при закупке, естественно, вам нужно, ну, то есть смотрите, не на весь, ну, да, по сути да, но тут логика неправильная, прежде чем зайти на ВВ торговать, надо у производителя получить разрешение. Когда вы закупаете товар, вы же общаетесь со своим производителем, да, для чего, ну, если вы у производителя, если вы там не у посредника покупаете, а у производителя, вы же обсуждаете с ним для чего, и у вас в договоре будет написано, да, что, ну, там не для продажи на маркетплейсах, там не для продажи на Валверс, например. Поэтому, конечно же, производитель может запретить, но и эти, скажем так, и эти препятствия тоже можно обходить, легко можно обходить. Ну, не торгуйте этим производителем, торгуйте другим производителем, ноу-нейм, зарегистрируйте свою торговую марку и продавайте под своим брендом. В чем вопрос? На сегодняшний день можно закупить все, что угодно, если вы готовы закупать там какой-то брендовый товар, ну, брендовый я не имею, там, премиум там или не знаю, а если вы готовы закупать товар с брендом, закупайте без бренда и вешайте свой бренд. Ну, на сегодняшний день все доступно, это доступно не на сегодняшний день, мы по этой схеме работали еще в нулевых, еще в двухтысячных, когда нужно было, я работала с детским направлением, да, это одежда там и так далее, и там гигиена и безопасность, очень, ну, очень высокие требования к гигиене и безопасности. И мы делали свой сертификат на свою бирку, на свои составы, и, ну, вплоть до того, что мы перебирковывали, иногда мы садились и перебирковывали, это неправильно, это там фу-фу-фу, так нельзя, ну, 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 мы так делали, ну, а что сделаешь, да, как иногда бывало. Давайте придумаем такую нишу, в которой отродясь не было что-то невероятное и потрясное, ниша выбирается не по принципу, чего не было, да что-то невероятное и потрясное, невероятное и потрясное, это можно там про отношения, про досуг, про, не знаю, про интим говорить. Бизнес должен быть не невероятным и потрясным, бизнес должен приносить прибыль. Пожалуйста, спуститесь с небес на землю, когда речь идет о делах, о деньгах, о клиентах, о покупателях, мы должны быть устойчивы двумя ногами на земле, людям не потрясное и невероятное нужно, людям надо закрывать свои потребности, возможно, для них чем-то потрясным и невероятным, но они будут платить за то, что им подходит. И бизнес это не, а, давай сделаем волшебство, будем продавать лампочки, называть их там названиями звезд, нафига они никому не нужны, понимаете? Бизнес зарабатывает деньги, ого, покажи, что ты притащила. У меня есть. У меня есть? Да. А почему мне не подарили? Покажи, пожалуйста. Сейчас, подожди. Дай мне букет посмотреть. У нас конфет. Ну все ясно. Так, жгите, Валентина, запись будет-будет. Да, продавать слезы девственниц, слезы девственниц уже продают. Да, да, да. Говно моли, да, говно моли, давно, да, давно мы не говорили про говно моли. Так. Воздух продают, естественно. А, ну так это же классно, это говорит только лишь о том, что или успешно обучает своих учеников, важен же результат, а не сам процесс. Ну мы, мои обучения всегда нацелены только на результат, поэтому у нас сложно. Да, спасибо огромное. Поэтому у нас сложно. Во-первых, здесь вот такие вот конфеты. Спасибо. А вот, камера. На елку. Елка из шоколада? Да. Прикольно. Класс. Я 2,5 килограмма сбросила, наконец-то, да? Не подарили здесь пока. Пока я здесь была. Это что? Это откуда? Беларусь. Супер. Очень круто. Давай, давай. Если, смотрите, есть разные цели в обучении. Есть цель в обучении продать, да, главное продать, а дальше трава не расти. Есть цель обучения продать и сделать так, чтобы людям было кайфовенько, комфортненько. Очень красиво. Очень красиво. Чтобы было комфортненько, и люди говорили, блин, как у вас классно, я себя чувствую гением. И есть обучение, если речь идет о профессиональных каких-то навыках, да, и знаниях. Есть обучение, где важно человеку, понятно, продать. Вот без этого, знаете, мы не продаем, продаем, мы продаем, и мы продаем свое обучение, мы на этом зарабатываем. У нас 60 человек в команде, мы все работаем. Это без преподавателей, да, это 60, которые на внутрянке сидят, да. А еще преподаватели, у нас уже более 100 за год преподавателей обернулось через нас. Так вот, продать, завести вовнутрь, убедить, смотреть, да, заставить их получить эти знания, то есть ограничить выдачу дипломов, ограничить там доступ к вакансиям, доступ к стажировке и так далее. Человек должен хотеть дойти, человеку нужно еще помочь это все усвоить, и человек должен на выходе уметь решать свои задачи, как специалист. Что для специалиста важно? Ему важно найти работу, зарабатывать, делать работу хорошо, иметь возможность развиваться и расти, да. Но этого мало, важно еще, чтобы этот сотрудник, специалист умел делать результат для своего работодателя, поэтому у нас трехсторонний подход к обучению. То есть, что хочет получить от него работодатель, да, что должен отдать сотрудник работодателю, что он должен сделать для себя и как он это у нас получит. То есть, у нас ответы на три вопроса, поэтому у нас вообще не процесс, у нас не про процессы, вот, ну, поэтому, знаете, в мой огород это просто не долетит. На выход МП лучше свое производство или начинать с закупа у кого-то? На выход Маркетплейса лучше свое производство? Ну, смотрите, идеально, конечно же, свое производство, но свое производство это отдельный бизнес. Производство должно быть рентабельно само по себе и продажи, да, сбыт должен быть рентабелен сам по себе. Когда это у вас первая жизнь и бизнес, скорее всего, ну, есть люди, которым везет, которые, ну, как-то так получилось, что у них получилось и производство наладить, организовать полноценно, да, даже на аутсорсе и сбытом заниматься. Но большинство все-таки влетают в то, что они напроизводили, а продать не могут, да, напроизводили не то. Надо как-то продать то, что они напроизводили, либо они не могут произвести столько, сколько нужно. Там очень много нюансов, поэтому, если это ваш первый бизнес, то начните с перекупки, да, с перепродажи. Если вы уже давно занимаетесь бизнесом, то почему бы вам не заняться производством? Просто учитывайте, что в производстве немножко другие бизнес-модели применяются. Подскажите, как масштабироваться дефектологу? Что такое масштабирование? В первую очередь, давайте мы здесь с вами понятийный аппарат сонастроим. Что такое масштабирование для вас? Масштабирование вообще в бизнесе, да, масштабирование это возможность завоевывать, скажем так, еще больше клиентов, да, то есть расти, расти в клиентах, в доле, в рынке, в присутствии и так далее. Ну, масштаб увеличивается. Когда вы один дефектолог, у вас в сутках только 24 часа и в неделе только 7 дней. Когда вы работаете на консультациях, то есть вы консультируете одного ученика, а дефектолог все-таки не может проводить, да, курсы, потому что это индивидуальная работа, правильно? Как вы можете масштабироваться? Максимум, что вы можете, насколько вы можете масштабироваться, это в размере своего рабочего дня. Ну, вместо там 5 клиентов, да, учеников, день вы возьмете 10, и у вас больше жизни ни на что не останется. Поэтому есть модели, есть, скажем так, бизнесы, которые невозможно масштабировать. Ваш бизнес, ваше дело невозможно масштабировать, потому что вы и есть, вы и есть ваш продукт, вас не масштабируешь. Другое, что вы можете сделать, это открыть школу по там логопедии и дефектологии, да, обучать или набирать уже действующих. Поставьте хоть одно сердечко, я не вижу, у меня чат, ну, я наверху, и поставьте хоть пару сердечек, потому что не такое чувство, что я потерялась, я где-то там. Поставьте пару сердечек, блин, вы где? Эй, вы че, я выпала из эфира, да, у меня прервалась связь. Прекрасно, прекрасно, что ж тут еще сказать? Прекрасно, да, интернет у меня прям говно. Есть сердечки, выпросила, спасибо, спасибо, поддерживайте сердечком, потому что когда они идут, я вижу, что я в эфире, когда они перестают идти, мне кажется, что меня никто не слышит. Так вот, вы можете организовать учебный центр, школу, потом открыть франшизу, и таким образом вы будете увеличивать количество клиентов, расти в доле и расти в прибыли. Сам человек сам по себе ничего сделать не может, ну, сам один человек, масштабирование, это рост, да, и рост не только выручки, ну, вы, да, можете там поднять средний чек, но это не про масштабирование, вы все равно сможете взять только там, условно, 10 человек в день, не более. Привет, привет, кто-то на меня здесь подписывается. Есть завод, произвели много продукта, нанотехнологии, горюче-смазочные, уникальные продукты продать не могут другая страна. И в чем ваш вопрос? Приходите на программу «Стратегические продажи», мы там этим как раз-таки и занимаемся, да, как продавать в сегменте B2B. Следующее, сердечки, сердечки, а, вы здесь мне, вы мне в чат сердечки писали, а сердечко надо нажимать там, вон там, 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 внизу, спасибо. Дальше, сколько у нас времени? 17.30, ну, нормально, в принципе, полтора часа, я пока, да. 18.30, где взять силы на все, нигде, на все вы силы не возьмете, вам нужно будет приоритизировать что-то и как-то. Я сейчас расскажу про себя. Я, ну, на примерах понятнее будет, да, я, не хочется говорить «одинокая женщина», но, смотрите, я работаю, я содержу свою семью, да, у меня дети, у меня кот, у меня, то есть я работаю, у меня. И, казалось бы, и хочется ведь и работать, успевать, да, и денежку зарабатывать, и хочется успевать, там, я не знаю, выглядеть хорошо, и дом содержать в порядке хочется, да, и на спорт ходить, и с подружками встречаться, и, как бы, личной жизнью заниматься. Возможно ли мне все это успеть в один день? Нет, конечно. И, соответственно, мне приходится выбирать вот это, вот это, и вот это делаю только я, ну, никто мою личную жизнь, кроме меня, прожить не может, да, никто не может заниматься, ну, никто не может, а свой бизнес я много делегирую, да, у меня большая команда людей, и многие вещи, я даже не знаю, что они делают, они, ну, они делают, да, без меня делают. Общение с моими детьми я никому делегировать не готова, да, у меня был опыт няни, я больше не хочу, я сама с детьми занимаюсь, ну, и что, в спортзал, кроме меня, никто не зайдет. Все остальное, уборка, содержать дом, там выглядеть хорошо, это все могу делать не я, это все могут делать другие люди. Я это не успеваю, я это не успеваю, да, поэтому где взять силы на все, отбросить то, перестать заниматься тем, чем вы можете не заниматься, и чем вы не хотите заниматься. Да, только вспоминаем, да, что есть еще дисциплина, такое понятие, что я не хочу ходить на спорт, ну, если ты не будешь ходить на спорт, в итоге ты станешь старой, больной, рухлядью, да, и расползешься, и не влезешь ни в один там приличный размер, ну, и как бы будешь чувствовать себя куском дерьма. Вот, силы нужны для того, что кроме тебя, что для тебя важно, и что кроме тебя никто не может сделать. Перестань намывать полы, пригласи для этого человека. Перестань ходить в магазин за продуктами, пускай вам привозят продукты из магазина. Перестань, что там, намывать свои окна после того, как прошел дождь. Пускай либо кто-то намывает эти окна, либо да хрен с ним, пускай будут такие, какие они были. Приоритеты. И тогда у вас силы будут на главное. И перестать тратить силы на то, чтобы всем доказать, что ты не тупая, что ты живешь правильно, да пофиг, пускай думают, что ты тупая. Про меня вообще многие думают, что какая-то там неадекватная, если я говорю, что инвестиции это не первоочередное, да не надо, не надо вам всем инвестировать. Про меня многие говорят, ой, она ничего не знает о сложном проценте, при том, что я экономист по образованию, да, и я так хо-хо-хо, я так хо-хо-хо ржу, да. Конечно же, меня не учили, да, что мы, мы же в академиях не кончали, да, называется. Вот. Пускай думают, что я тупая, да мне плевать, ну вообще плевать, зачем мне доказывать, что я не тупая. Я-то знаю, какая я, да, и мои люди, которые важны для меня, тоже знают, какая я. Перестанете заниматься фигней, у вас сил будет очень-очень много. Расставьте приоритеты, что для вас самое главное, и сил будет полно. Если нет своего производства, есть смысл обучения на маркетплейсах? Ну, естественно, у меня нет своего производства, у моего брата нет своего производства, и мы будем зарабатывать на маркетплейсах. Как вы расслабляетесь после запусков? Сон, прогулки, сериалы, винишко. Кажется, что вы работаете 24 на 7. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. У нас нет запусков. Я знаю, о чем вы говорите. Сейчас вот эти там, ааа, 150 тысяч людей пришло! Я для них вот тут вот это вот душу нараспашку! Только бы они все зашли и купили, да. Показываю, выворачиваю свои трусы наизнанку в течение месяца, чтобы они зашли на этот вебинар. Потом мне приходится им врать, что места ограничены, что вы все не попадете, и вот это все никогда больше ни разу, и прочее, и прочее, и люди себя угандошивают. Люди себя угандошивают на этом запуске. Потом эти тысячи людей пришло туда, на эту программу. Ведь продать это очень сложно, а потом еще людей надо отвезти. Им нужно давать обратную связь, с ними нужно чатиться, нужно контролировать свою техподдержку, нужно контролировать рассылки, вебинары и прочее, и прочее. И вот эти вот 4 месяца, пока этот бедный спикер делал этот запуск, он не может больше жить. Он не хочет ни денег, ни результатов, ни этих людей видеть он больше не хочет. Я не работаю по схеме запусков. У меня каждую неделю начинается новое обучение. Иногда в неделю у нас 3 обучения. У нас 12 программ одновременно в работе. Мы не работаем так. Я не работаю, мне не нужно после запуска куда-то там ехать на море, чтобы прийти в себя. У меня нет запусков. Я могу в любое время сесть и улететь отдыхать. В любое время. Только бы меня опускали с моим белорусским паспортом. Я в любое время могу позволить себе перестать выходить в эфиры. В любое время я могу заболеть. У меня не рухнет все. У меня команда работает каждый день размеренно. Поэтому у меня такой проблемы нет. У меня нет вообще никаких запусков. То, что мы сейчас запускаем программу маркетплейсы. Обратите внимание. Мне не надо было там. Я не поехала на склады маркетплейсов. Я не привела каких-то там людей. Там смотри, как я их сейчас научу сделать миллионы миллиардов. Мне не надо там прыгать с парашюта. Мне не надо делать операции. Мне не надо ничего ломать себе там ноги, руки. Потому что у меня каждую неделю стартуют программы в нашей академии. Да я охерею столько всего себе ломать. И я не знаю, столько менять жизней. Да, я не знаю. Вот это вот все делать, чтобы только бы люди вовлеклись. Мне это все не надо. Я занимаюсь бизнесом, а не продаю курсы. У меня бизнес. У меня работает команда. И у нас каждую неделю идет старт. Понимаете? И соответственно мы... У нас все уходят в отпуск. У нас все отдыхают. У нас у всех есть выходные. Как Оксана Самойлова. Ну не знаю. Я не знаю, как там Оксана Самойлова это делает. Честно, я не знаю. У них это не бизнес. У них это способ заработать деньги. Запуски это способ заработать денег. Ну вот сейчас. Это неплохо. Это нормально. Да, это совершенно другая бизнес-модель. Я в такой бизнес-модель не готова. Ну я не готова вот это вот выворачивать все себя наизнанку там. И поехать к родителям. И взять каких-то людей, про них рассказать. Зачем мне это надо? Я, ну я закрытый, я достаточно закрытый человек. Я вот это все не хочу. Я не хочу много... Я не люблю вот это вот бегать везде, чтобы все видели, что я такая активная. Нахер оно мне надо снимать, жить вот с камерой в руке. Я так не могу. Меня Бог миловал. Мне хватает мозгов систематизировать все процессы и не жить в запусках. Мне жалко предпринимателей, которые работают в запусках. Это правда. Это утомительно. У меня много училось людей, которые перешли на систему запусков. И я понимаю, что они уже ненавидят эту работу. Это очень тяжело. Ну и плюс по прибылям это неприбыльно. Это невыгодно. Это просто невыгодно. Потому что когда ты делаешь там в год 3 запуска или даже 4 запуска или 1. И когда тебе говорят, я собрала с запуска 100 миллионов. Ну ок, ты собрала 100 миллионов в год. Ну это 100 миллионов в год. Для инфобизнеса 100 миллионов в год это херня. Это вообще полная херня. И я знаю, сколько денег было вложено на организацию вот этого запуска. Очень большие деньги вкладываются на то, чтобы, понимаете, когда большой объем людей, ты там несколько десятков тысяч пропускаешь через себя за месяц, тебе нужно столько людей посадить в техподдержку, в отдел продаж, в маркетинг. Для того, чтобы всех их провернуть. Да, потому что отваливаются, все отваливается, все рушится. Чем больше поток, тем больше там проблем. И тем больше людей нужно собрать, тем этим людям нужно заплатить. Этих людей еще нужно собрать. Хороших людей на такой короткий период нужно еще собрать. И я как коммерс, я как знаю вообще эту отрасль изнутри. Я вам скажу, что хорошие люди не идут туда, где там запуск два раза в год. Да, потому что сотрудникам, вы скорее всего тоже там есть среди вас сотрудники, вам не надо зарплата два раза в год. Вы же живете весь этот год. Да, даже высокая зарплата всего два раза в год вам не нужна. Вам нужно каждый месяц платить коммуналку, платить засадку, покупать еду. Я не знаю, гасить свои кредиты и жить просто, а не ждать, что какой-то там эксперт, хорошие специалисты, если только это не продюсеры. Продюсеры могут в такой схеме работать, потому что они запустили одного, потом пошли запустили следующего, потом пошли запустили третьего. А там таргетологи, маркетологи, продажники, они сидят там, где хорошо им платят каждый месяц, а не два раза в год. Вот, и для того, чтобы этих людей классных найти, им нужно предложить сверх, ну, чтобы они бросили свою стабильную работу. Им нужно что-то сверх предложить, да, то есть это уже увеличение фото. Дальше, для того, чтобы, ой, там очень-очень много всего, поэтому обороты, вот эти вот там 100 миллионов собрали, ну, молодцы, там миллиард собрали, молодцы, сколько потратили на это все. Да, и когда ты делишь на год, да, прибыль не считается в запуск, прибыль за запуск не считается, это неправильно. Прибыль считается по году, неправильно, это какой-то детский, блин, сад, третья ясельная группа считает, что там за запуск. За год, за год считается прибыль. Вот, сколько в год ты зарабатываешь чистыми? Я многим задаю этот вопрос, и многие вообще не знают, сколько они в год зарабатывают чистыми. Поэтому лучше все-таки системно подходить, да, потому что если ты делаешь два раза в год, у тебя что-то обломалось, ну, пошло не по плану, я не знаю, все что угодно может произойти, ты остаешься на полгода без денег, да, и следующие деньги у тебя будут только потом. Ну, и плюс на такие проекты не будем, да, не буду там сильно во внутрянку заходить, это фигово, это правда, это утомительно. Ребенок, я в эфире, а ты с голой попой. У вас утро, классно вам, а у нас вечер. Нужно быть и пэй, или можно самозанятым? Для маркетплейсов можно быть самозанятым. У вас уже средний бизнес, они малый, ну, смотря по каким критериям. Чтобы размещать товары, надо разрешение от производителя? Отвечала уже на этот вопрос. Ваш эфир посмотреть про работу с возражениями, если клиент говорит дорого, сейчас скажу, если клиент говорит дорого, сейчас вам скажу, что вам полезно будет изучить. Сейчас скажу, кодовое слово мне в директ напишите, сейчас найду. Да что ж такое? По работе с возражениями, сейчас я вам все отыщу, если оно отыщется. Так, работа с возражениями. Напишите мне в директ слово продажи, да, и вы получите методичку или чек-лист. Если напишите слово продажи, получите методичку или чек-лист, да. И дальше можно тест хорошо вылить, ну, ладно, это не буду отправлять, это не буду отправлять. Плюс еще по управлению лояльностью, я здесь говорила вам, да, можете скачать у меня по ссылке в шапке аккаунта, у меня там можно скачать чек-лист по клиентоориентированности, да, что у вас клиентоориентированность, хороший, очень хороший чек-лист, да, вы сможете пройти, да, и исправить все ваши косички крупные и мелкие. Так, было бы интересно, как коммерсы узнать про кадры, это моя боль. На всех обучающих программах для коммерсов я рассказываю про кадры. На всех, на КМ, у меня везде есть блог, если вы заходите на тариф предпринимателя, я везде добавляю про кадры, как управлять, как набирать, на что обращать внимание, с отчетами, зарплатой и так далее. Ну, запуск – это не Сашин термин, запуск – это термин Джо Уокера, да, американского вообще основателя инфобизнеса в мире, да, это прародитель, скажем так. Почитайте Джо Уокера, и вы поймете вообще, как, вот так и называется книга запуск, и там разложены все схемы, и вы увидите, что все инфошники, ну, так работают. Вот эта схема, это не новая, не новая схема, она, по-моему, с 90-х годов, там 90-х какой-то, фиг знает какой год. Методичка, если клиент говорит нет. Нет, продажи или продажа, продажи, по-вашему мнению, есть ли шансы у Амазона в РФ, не знаю, не задумывалась, ну, нет у меня мнения на этот счет, ну, потому что вообще не моих, как это, сфера, не моя сфера интересов, или сфера не моих интересов, или вообще там, никакая даже не сфера, условно говоря. Вот, по маркетплейсам, по маркетплейсам, и вообще тут много было вопросов про бизнес, я вообще вышла в эфир, чтобы поговорить про страх денег, да, потому что мне в директ пришли, написали такой вопрос, да, что делать со страхом денег, и я своей помощнице, девочке, я задаю вопросы, говорю, что люди боятся денег, она говорит, ну, наверное, и я говорю, вот, если у вас есть мысль, да, вот на эту тему, почему люди могут бояться денег, я говорю, неужели без денег, ну, менее страшно жить, чем с деньгами, она говорит, я не знаю, и вот я там что-то рассуждала, рассуждала, и я говорю, что скорее всего, извините, а где эта методичка находится, какая методичка эта, какая, и я говорю, что скорее всего люди много всего, ну, слушают, да, сейчас же много эфиров и так далее, и слышат, что, например, там, проработай свои страхи, и все у тебя пойдет, потому что когда ты живешь со страхами, ты что-то там саботируешь, и, блин, я говорю, да, но тогда человек знает, что делать, он делает, а у него не получается, а чаще всего вот такой вопрос про страх денег, там, я не знаю, страх своего дела, люди говорят, которые не знают, что делать, и здесь речь не о страхе, а речь о том, что вы не знаете, что вам делать, с чего начинать, куда двигаться, и надо не со страхом работать, а надо работать с отсутствием знания, нужно закрывать отсутствие знания, детей украдут, будут выкуп требовать, боже, ну в каком вы году живете, в каком году вы живете, для того, что, страх, что детей украдут, будут выкуп требовать, не смотрите больше с фильмы по НТВ, не смотрите, да, кем же нужно таким стать, да, чтобы у вас украли, чтобы у вас украли детей, требовали выкуп, вот кем таким вы должны стать, кем, уже когда вы таким станете, да, А у вас появятся службы безопасности, и будут заботиться об этом совершенно другие люди. То есть, чтобы таким стать, вы должны создать серьезную структуру, систему, которая будет приносить вам деньги. Вам, хочешь не хочешь, вам придется нанимать маркетологов, развивать отдел, отдел продаж придется развивать, производственный отдел придется развивать, вам придется развивать HR, вам придется создавать структуру. И хочешь не хочешь, вы придете к тому, что вам нужно каким-то образом создавать службу безопасности. И служба безопасности, и вы уже не будете соглашаться на каких-то самоучек, недоучек, вы будете брать людей, у вас уже выросла система, у вас выросла структура, вы будете нанимать людей, которые знают в этом толк, профессионалов. Вы наймете другого профессионала, там, операционного директора какого-то, да, или там, исполнительного директора, который уже работал с этим. Понимаете, и этим будут заниматься. У Касперского пару лет назад крали. Ну вот, чтобы вырасти до уровня Касперского, надо пройти путь. Завтра у вас никто не украдет. Давайте начнем хотя бы зарабатывать столько, чтобы иметь возможность поменять машину, тогда, когда тебе надо, когда ты захотел, а не когда тебя просто, ты уже жопой по асфальту трешься, да. И поменять на такую машину, на какую ты хочешь, а не на такую, какая там, я не знаю, валялась там в подворотне. Давайте мы заработаем столько, чтобы вы могли отдыхать тогда, когда хочется, где хочется, чтобы вы могли жить с кем хочется и как хочется, да. И вот на этом уровне еще детей не крадут. У большинства на этом уровне и остановится все. На этом все и остановится, правильно? То есть не будет дальнейшего развития у большинства, потому что, ну не всем нужны прям такие высоты. Большинству людей нужно просто очень хорошо зарабатывать, и этого достаточно. А людей очень хорошо зарабатывающих очень много, есть как это неприлично хорошо зарабатывающих, ну и там можно уже чего-то бояться. Поэтому страх, да, что там у меня украдут детей, да, увидят мои деньги, и у меня украдут детей. Но пока вы не будете зарабатывать там пару ярдов, да, ну никто на ваших детей не обратит внимания. Ну нафига вы, да, вот. Следующее. Люди боятся вот этих вот не денег, а там делают свое дело и боятся денег. Они так говорят, потому что, ну почему у меня нет денег, я боюсь денег. Да не боишься, ты не знаешь, как заработать эти деньги. Ты знаешь, как заработать деньги? Ты знаешь, как, но боишься и поэтому не зарабатываешь? Чего ты там боишься? Что там такого страшного, когда вот в той зоне, когда ты живешь деньгами? Что там такого ужасного может произойти? Ты можешь все себе позволить, ты сможешь оплатить лечение родному человеку, там, если что-то произойдет. Ты сможешь отправить детей учиться туда, куда ты хотел бы их отправить учиться. Ужасно. Как выжить в таких ужасных условиях? Я не представляю. Ты сможешь не экономить, не смотреть в магазине на скидки. Боже, как ты выживешь при этом, при всем, да? Ты сможешь покупать любой бренд, который тебе нужен. Какой кошмар, как эти люди выживают в таких невыносимых скотских условиях? Ну вы о чем? Религиозный страх бабушка вбивала, главное, потребности, а все, что свыше от бесов. Ну, бабушка имеет на это право. Бабушки это тоже вбивали, да? И бабушки это вбивали, бабушки это вбивали, потому что тогда по-другому, ну, тогда было по-другому. Если ты хотел большего, да, то могли произойти серьезные проблемы. Сейчас таких проблем нет. Ну и смотрите, сколько лет вашей бабушке? Да в каком веке жила ваша бабушка? Ну, то есть формировалась как личность? В каком веке вы живете? Вы хотите как бабушка? Ну, ок, слушайте бабушку. Если вас устраивает... Дай, то закрой там дверь, хорошо? Если вас устраивает, да, малыш, если вас устраивает, как жила бабушка, то как бы, ну, окей, закрой двери. А если вы хотите лучше, чем бабушка, вам придется изучать другие стратегии поведения, вам придется становиться другим человеком. Вам даже маму уже нельзя слушать, если вы не смотрите на свою маму и не говорите, блин, я хочу так же прожить свою жизнь. Я считаю, что моя мама прожила идеальную классную жизнь, и я хочу так же. Все, если вы так не считаете, вам нельзя даже маму слушать. Ну, имеется в виду, там, мам, как ты считаешь? Не мам, как ты считаешь, а мам, поддержи меня, пожалуйста, если у вас поддерживающая, понимающая мама. Закрой дверь, пожалуйста. Там где-то шумит вода очень-очень громко. Закрой дверь, главное, тоже. Вот, поэтому, ну, что там бабушка вдалбливала, ну, вдалбливала, выдалбливайте это из себя. Вы понимаете, что можно, мы все ищем какие-то причины, почему это вам не, почему, почему, зачем вам это, почему. Ну, вот, вы узнали, что бабушка вам это вдалбила, и что вы с этим будете делать. Все, мне бабушка вдалбила. Очень классное оправдание своего бездействия и своей безрезультатности. Классное оправдание найти. Меня мама в детстве обижала меня, там, не знаю, соседка на меня плохо смотрела, птица нагадила мне на голову. И вот с тех пор, какая разница, из-за чего, что ты с этим будешь делать, что ты с этим будешь делать, как ты готов с этим справляться. Ну, ок, там, птица тебе на голову нагадила. Дальше что, что ты с этим будешь, как ты с этим будешь жить. Люди боятся денег, потому что придется делать неудобные и непривычные вещи. Конечно, проще. Смотрите, когда у тебя появляются деньги, мы сегодня разговаривали на эту тему, после вчерашнего вот этого сториз про богатых там друзей, да. Богатому человеку можно не, сейчас скажу, можно больше не носить маску, да, что ты такой весь приличный, порядочный, ты не материшься матом, да, ты не материшься, не ругаешься матом. Ты там, ты не терпишь что-то, ты такой, какой ты и есть, да. Да, люди с деньгами, поставьте плюс, кто знает обеспеченных людей, это гораздо более близко общался, не видел там через забор, не в телевизоре смотрел, да, ни в коем случае. А у вас действительно есть люди с деньгами обеспеченные, долго обеспеченные, не вчера на них что-то сварилось, а они долго были с деньгами, и вы увидите, что это очень простые люди, очень открытые люди, очень искренние. Это не значит, что они добренькие, такие добрички, вот все на тебе, они открытые, искренние, они говорят, иди нахер, когда им надо сказать, иди нахер. И они говорят, слушай, помоги, когда им, когда они хотят, чтобы им помогли. Они говорят, не-не-не, стопе-стопе, мне это не устраивает. Когда их это не устраивает, они не думают, как же мне сделать так, чтобы про меня не подумали плохо. Им плевать, они больше не вынуждены носить маску, и многим кажется, что, ой, эти богатые там делают что-то такое непривычное, неудобное. Да, конечно, они, им больше, они не вынуждены играть какую-то роль. Вот. Как начать строить систему и начать делегировать, если на это нет свободных средств, так как команды, это всегда расходы. Начните зарабатывать. Никогда не начинайте с набора команды. Вы ведете речь о бизнесе. Нельзя на пустое место приводить жену. Нельзя на пустое место приводить, я не знаю, зрителей, нельзя на пустое место приводить сотрудников. Жену зрителей, сотрудников нужно приводить на созданное вами что-то, минимальная рабочая модель. То есть вы знаете, вы что-то сделали, вы уже зарабатываете какие-то деньги, и вы посчитали, что если вы приведете сотрудника такого, такого, такого и такого, у вас будет рост вот в этом, вот в этом, и конечный результат будет выше. И вы уже зарабатываете, они уже зарабатывают в вашей вот этой модели, они зарабатывают себе зарплату. Никогда не надо, то есть если у тебя ничего нет, о какой команде ты вообще мечтаешь? Никакой команды быть не может, если у тебя ничего нет. Если у тебя есть капитал, у тебя есть опыт ведения бизнеса, да, ты можешь начинать со сбора команды. Например, ну, многие так делают, да, есть деньги, есть понимание, что нужно делать, и мы сразу набираем людей, чтобы сразу делать, не надо там думать, как самому поделать. Если у вас ничего нет, ни денег, ни команды, ни опыта, начните с малого, сделайте, заработайте первые там, я не знаю, 2 доллара, заработайте первые 2 доллара, потом 20 долларов, потом 200, потом 2000, потом уже, может быть, уже сейчас вам пора брать людей, а может быть, вам после 20 тысяч надо брать, после 20, после 200 тысяч надо брать людей, я не знаю, как это будет у вас. ЮН страха денег вроде, ЮН страха денег вроде, но всегда думаешь, куда вложить деньги, в обучение у вас или, скажем, купить оборудование. Смотрите, сейчас скажу, я отношусь в таких ситуациях, я тоже была, я считаю, что даст мне больше выхлоп, да, что если оборудование новое мне даст, я не знаю, там, я вырасту на 200% в следующем месяце, то, конечно, оборудование. Если вы хотите ко мне пойти, чтобы просто потусить, да, и оборудование вам плюс 200% даст, то, конечно, оборудование. Если оборудование это какая-то раскачка, вы еще не знаете, вы будете что-то щупать, а у меня вы видите, что, блин, я изучу продажу, у меня проблема, да, у меня низкая конверсия, да, у меня конверсия там 15%, а я изучу продажу, подниму до 50%, посчитайте, сколько вы заработаете, да. Или, допустим, оборудование, вы еще хотите тестить вот это новое оборудование, оно там не повлияет, скорее всего, никак на ваш результат финансовый, а вы обучитесь маркетингу, маркетинг тоже, скорее всего, я не знаю, в чем у вас проблема. Если вы видите, что вы таким образом, вам нужно увеличить там каналы присутствия, вам нужно увеличить LTV, вам нужно вырасти в клиентах, да, вам нужно вырасти в проценте удержания и возвращения, и вы берете математику, просто считаете, что вам выгоднее, туда и вкладывайтесь. Я за вас это решить не могу, считайте, если вы не можете принять решение, все оцифровывайте, все оцифровывайте, цифры не врут. Да, если ты такой сидишь и думаешь, там, это или это, все, цифры не врут, и смотришь на цифры, и все тебе классно. Все боятся потерять деньги. И, то есть, поэтому лучше жить без денег, правильно я поняла? То есть, я боюсь потерять деньги, такой вопрос, а как вы потеряете деньги? Вот, ну, у вас появились деньги, как вы потеряете деньги? Ну, то есть, вы стали обеспеченным человеком. Что такое произойдет, что должно случиться, что вы потеряли деньги? Скорее всего, вы даже объяснить не сможете, это в вас какой-то вот этот животный страх, и это не страх потерять деньги, а страх нищеты, скорее всего, да. У меня страх нищеты дикий, у меня уже, у меня дичайший страх нищеты, я его прорабатывать не буду, он мне помогает двигаться. Мне один психолог сказал, давай я с тобой поработаю, ты больше не будешь бояться нищеты. Я говорю, не-не-не, стопе. Я благодаря тому, что я боюсь нищеты, я постоянно действую. Для меня вот эта мотивация от, она прекрасно работает. Не надо, я буду бояться нищеты. Прекрасный страх я считаю очень-очень мотивирующий. Страх потерять деньги, подумайте, что такое произойдет, что произойдет, что вы потеряете деньги, что вы их проиграете, неправильно вложите, не вкладывайте все, не играйте. Инвестируйте неверно, не инвестируйте всю котлету, берите ровно столько, сколько вы можете потерять, прям рискнуть на эту сумму. Остальное все держите в активах, держите в классических каких-то инструментах. Ну, это же все очень просто. Это у вас нет, ну, скорее всего, нет просто грамотности, понимания даже нет, каким образом вы можете эти деньги потерять и что делать, чтобы не допустить такой ситуации. Приятно слушать человека, а женщину тем более, когда при переключении на другую тему он имеет свою точку зрения и экспертность. Как-то и себя чувствуешь увереннее, что-то хочется делать и активничать. Спасибо, приятно. Трудно, так как она воспитывала, понимаю, что бред, но фигура матери, это была бабушка. Психологизация вот этот вот проблем, фигура, не фигура, забудьте вы это. Перестаньте так сильно увлекаться психологией, тем более вот этой вот самопсихологией. Если вы понимаете, что у вас в этом проблема, идите в терапию, в индивидуальную работу, не прочитывание книжек, не массовые марафоны какие-то, не посты бесконечные, не прорабатывайте себя лично. Психологическую помощь оказать может только третье лицо. Психологическая помощь, это всегда извне, это как искусственное дыхание. Сам себе человек не может сделать искусственное дыхание. У вас психологические термины, да, вы прямо высыпите, вы этим увлекаетесь, вы хотите это решить. Если бы вы пошли к специалисту и к хорошему специалисту, вы бы это уже решили. Понимаете, прекрасно оправдываться, очень круто оправдаться, сказать, фигура матери, она воспитала сильное влияние, глубинная психология и так далее. Мы идентифицируем себя с фигурой родителя. Вы чего? Вы оправдываете себя, да, и заглубляете вот эту проблему, то есть вы ее не решаете, вам не надо вот этой проблемой заниматься. У вас что? Вам нужны деньги? Я вам скажу очень-очень простой совет без терапии. Идите работайте. Получите профессию, за которую хорошо платят, хорошо для вас. У вас это может быть, я не знаю, там 100 тысяч для вас хорошо, для кого-то это 20 тысяч. Найдите ту профессию, за которую будут столько денег платить. Идите на HeadHunter и посмотрите, за что столько платят. Освойте эту профессию и идите, блин, работать. И не надо, как это, в психологию ударяться. И вы будете, если вы будете хорошо работать, вам эти деньги будут платить. Если вам нужны большие деньги, чем платят в найме, делайте свое дело. Не в бабушке проблема, а проблема в том, что вы не знаете, с чего начать. Вы просто не знаете, что мне сделать, чтобы мне сделать бизнес, который мне будет приносить прибыль. Изучайте, найдите человека, который вас проведет, у которого есть релевантный опыт. И он вам подскажет и поможет, каким образом себя вести и что делать в первую очередь, чего делать нельзя, чтобы вы зарабатывали деньги. Он вам поможет проработать все риски. Он вам поможет собрать работающую систему. Оставьте бабушку в покое, любите свою бабушку. И не надо вот это думать, это из-за того, что и потому, что да пофиг из-за чего. Не важно из-за чего. Начните делать, начните действовать, а потом, возможно, вы упретесь в какой-то потолок. И тогда в терапию прорабатываете, да. У вас есть дело, которое приносит вам бабки или профессия. У вас нарисовалась проблема, в которую вы уперлись. И знаете, так, вот так вот у вас это дзин-дзин-дзинь, да, и вы не можете пробить. Идите в терапию с конкретной задачей, ни из-за чего. И если вы приходите к терапевту, и он начинает, это потому, что в детстве мотылек взмахнул крыльями, и погасла звезда, и эта звезда улетела в соседнюю галактику. Нафиг шлите такого терапевта. Вам нужно решать быстро, коротко задачу. И такие специалисты, есть их полно. Решили, дзинь пробился, пошла дальше. Идешь, ага, тут снова меня бабуля моя догнала, да. Идешь в терапию, дальше решаешь. Ребят, перестаньте, просто перестаньте проваливать, все решать, все упирается в психологию. Психология это круто, это крутой инструмент. А мне кажется, что на сегодняшний день психология для многих стала проблемой, препятствием, просто непреодолимым препятствием, невыносимым препятствием. Это вы так решили, это ваш выбор, вы сами так сделали. С вами появляется уверенность, что все получится. Спасибо. Это хорошо, что со мной у вас появляется уверенность. Главное, чтобы, главное, чтобы это не ас, чтобы вы не закончили только на этой появившейся уверенностью. Уверенность появилась, идем и делаем. Надо вдохновиться, пришел там, я не знаю, посмотрел, почитал, послушал, пошел дальше делать. Одного вдохновения, уверенности мало. Как начать строить систему? Ответила я на этот вопрос. Плюсики. Много таких знакомых, все очень милые. Некоторые носят маску, чтобы потом кинуть, хоть и богаты. Это вы говорите про, это ваши, а не вы ли это вот всегда солнце? Сейчас, сейчас, сейчас я вас найду. Всегда солнце. Ну вот, всегда солнце. Вас очень много, вот это вот, некоторые носят маску, чтобы потом кинуть, хоть и богатые. Я не знаю ни одного настоящего, по-настоящему богатого человека, который такой, ходит такой весь порядочный, а потом кинет. Это ваши страхи. Это ваши страхи, это вот то, в чем вы почему-то копошитесь. Да, ну вы, вы что, настолько глупы, что вы не видите маску? Вот, ну, мне вот это непонятно, да, когда кто-то кого-то кинул, то тот, кого кинули, он сам хотел, чтобы его кинули. То есть, он видел, и он такой, нет, 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 этого быть не может, только не со мной. Это либо гордыня, либо глупость. то есть, надо с этим тоже, получается, устранять свою глупость, образовываться, получать образование, общаться с другими людьми. Обеспеченные не тратят время на игры и маски. Сто процентов так. Им просто это нафиг не нужно. Образование психолога для бизнеса или интерес? Вы про меня, да? Образование психолога для бизнеса или интерес? Я в детстве хотела заниматься, обучаться психологии, но я даже не поступала. Мне казалось, что я туда не поступлю, потому что это был какой-то бум, вот в то время, это в 98-м году я закончила школу, это был бум на психологов, да, и психологов учили только в коме, ну, короче, там фигня, я, короче, даже туда не поступала, но мне было любопытно. На сегодняшний день, конечно же, для бизнеса, конечно, для бизнеса. Я не изучаю психологию, там, детскую психологию, там, вот это консультирование, я в это не захожу, мне это неинтересно. Я изучаю ровно те темы, которые мне помогают работать, то есть применять в маркетинге и применять в управлении, то есть меня интересует только это, да, психология влияния, психология, которую я могу применить, да, как-то экстраполировать на маркетинг, на продажи и управленческую деятельность, все остальное мне неинтересно. Я совершенно не знаю, чем заниматься, много чего попробовала, получается хорошо, но пропадает интерес. У вас нет мотивации, у вас неинтерес пропадает. Любая деятельность со временем становится неинтересна, чем бы вы не занимались, поэтому я, именно поэтому я говорю, никогда не занимайтесь тем, от чего вы кайфуете, не делайте на этом бизнес, потому что интерес пропадет, всегда пропадает интерес. Это неправда, что и тогда ты будешь с удовольствием работать, устанешь от любого дела, которое ты, ну, вынужден делать каждый день. Вы делаете, смотрите, у вас пропадает интерес к этому делу, да, и вы говорите, да, ну, надоело, и у меня это так, это у всех так, тоже поставьте плюс, кто понимает сейчас, о чем речь. У всех со временем пропадет интерес. Ты сначала кайфуешь, да, ты сначала на энтузазизме вот этом рвешь все, готов не спать, не есть, только бы получить, только бы вот этим заниматься, и потом со временем ты уже, да, надоело, да. Вы должны не этим заниматься, у вас должна быть цель, ради чего ты вот этим занимаешься, и у вас здесь что-то свое, ради чего ты вот это готов делать каждый день. У кого-то это деньги, что у вас вот здесь, привяжите, я делаю вот это каждый день, ради, да, мне неинтересно, я это делаю даже без интереса. А то, что мне совсем противно, невыносимо делать, я делегирую, вот когда у вас уже выстроена система. Пока я не могу делегировать, я делаю это сама, сам для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы увеличить обороты, для того, чтобы иметь возможность делегировать. ради вот этого я это все неинтересное делаю в бизнесе очень много неинтересных вещей для меня это бухгалтерия бред какой-то вообще не считаю нужным техническая составляющая неинтересно вообще не буду никогда этой фигней полной заниматься да еще кое-какие дела у меня это неинтересно есть то что мне интересно я занимаюсь только тем что мне интересно но вначале я была вынуждена заниматься всем этим гардеробная похода осталась неприбранной нету мне еще есть время вы очень интересно и умная благодарю за возможность находиться в таком невероятном пространстве спасибо что вы думаете о франшизах смотря какая франшиза вообще франчайзинг прекрасная бизнес-модель если вы покупаете хорошую франшизу если классную франшизу выбрали прекрасно идите откатанная обкатанная система отработанная технология известная марка да и ты заходишь и сразу начинаешь зарабатывать деньги также как marketplace да но если вы умеете правильно выбирать франшизу про франшизы я тоже снимала снимала по моему выгите и и в своем ютюбе у меня есть по моему есть у меня это или приходилось ли вам жизни и идти по головам людей ради денег у меня в бизнесе знаю такая интересная что значит идти по головам я не понимаю даже этого термина что значит идти по головам людей ради денег что значит эти я никогда не работала в нами то есть я не строила карьеру такую чтобы мне там кого-то подставлять надо было да кого-то обмануть я не знаю как-то шкодничать во время вредительствовать у меня этого не было я не строила никогда карьеру мне всегда был мой бизнес да и мой бизнес он всегда замкнут внутри меня мне нет никогда никаких партнеров да мне мне не нужны я в принципе могу обходиться без людей мне трудно без людей я люблю людей мне надо их видеть да мне надо видеть там не надо иметь возможность в любое время выйти к людям также как например эфиры но я могу легко обходиться без людей в сфере вот если говорить про бизнес но конкурентов да что значит идти ну это не когда мы говорим про конкуренцию в бизнесе это не идти по головам это вообще не идти по головам конкуренция предполагает что ты будешь мочить своего конкурента это все такая фигня что типа это все в 19 было а в 2021 предприниматели объединяются объединяются тогда когда им выгодно да когда нужно объединить активы для того чтобы замочить других конкурентов предприниматели объединяются либо слабые предприниматели объединяются для того чтобы не замочить а для того чтобы их не замочили чтобы выжить это основа бизнеса читайте карла маркса просто прочитайте карла маркса и прочитайте библию да даже в библии про это есть вот поэтому конкурировала ли я конкурирую ли я я жестко конкурирую с моими конкурентами я не я беспощадно в конкуренции в вопросах бизнеса и я не считаю что это там идти по головам если разориться какой-то бизнес из-за того что я отжала их долю такого жизни кто от этого не умирает делай новый бизнес в чем в чем вопрос в чем проблема конечно же женщина должна сказать нет ну что вы мы так обнимаем друг друга вы так все друг друга любим ну я должна была так сказать да я не мама в вопросах бизнеса и я не женщина и я не девушка я коммерс я вопросов бизнеса я коммерс да и при том что этому же человеку если он там там не знаю что-то произойдет в жизни он ко мне обратиться за помощью я скорее всего помогу помогу деньгами помогу советам помогу поддержу но когда речь идет там я не знаю конкурирую ли я с другими школами ну конечно конкурирую борюсь ли я что такое конкуренция конкуренция это борьба за ресурсы да за ограниченный ресурс конкурирую ли я с другими школами за за учеников конечно конечно именно поэтому я делаю офигенные программы именно поэтому я столько денег вваливаю в преподавателей именно поэтому столько денег вваливаю в рекламу именно поэтому я так много работаю с аудиторией. Это и есть моя конкуренция. А чтобы говорить ради денег, я уже давно не вынуждена работать ради денег. Слава Богу, я могу на сегодняшний день работать в удовольствие. Конкуренция – это тоже удовольствие. Слабые умирают, слабые исчезают, поглощаются другими компаниями. Это нормально, это закон бизнеса. Берите то, что даст вам больше энергии для достижения конечной цели. Про курсы или оборудование, а не денег. Часто для достижения цели не хватает именно энергии. У меня есть ответ на эту реплику. Что нам дает энергия? Что нам дает энергию? Что нам дает энергию? Желания. Нам дают энергию желания. К сожалению, когда ты чего-то хочешь, ты ради этого и встанешь, и пойдешь делать, и будешь двигаться. К сожалению… Проходи, проходи, не бойся. Очень красивая. Давай, давай, ты быстренько. Я сейчас, ребенок у меня пролетит. Быстренько бегом. У меня ребенок очень красивый. Пришлось прикрыть, пока она пройдет мимо. Энергию нам дает желание. К сожалению, мы нас учили или мы научились, мы приучились не хотеть. То есть, мы знаем, что есть «надо», «надо» делать. И мы вот это «надо» будем саботировать. А для того, чтобы вот это… Знаете, «хочу», «могу», «надо». Я хочу вот это. И ради этого, чего я хочу, я готова двигаться. Ради чужого, другого не хочу. Ради этого я готова. У меня это питает энергией. Кто изучал транзактный анализ, сейчас понимаете, почитайте Эрика Берна, и вы поймете, да. Вот это желание дают энергию. Очень часто просто вот эти желания мы сами в себе задавили, типа, херня, все это, самое необходимое – это все. Так вот, когда вы давите в себе свои желания, да, и вы не удовлетворяете свои желания, вы экономите на всем, кофе не пьете, не гуляете, в кино не ходите, потому что экономить надо, потому что надо вкладывать в инвестиции там и так далее, и так далее. И, я не знаю, там, и все самое лучшее сделать. Но… – Ты еще долго? – Да. – А сколько? – А что ты хочешь? – Потом скажу. – Вот, то есть для того, чтобы была энергия, нужно желание. Как, каким образом энергию даст оборудование? Не знаю, если это оборудование реализует, то есть оно ведет, приближает тебя к твоему желанию, то, скорее всего, да. Поэтому вот про энергию я бы здесь не рассуждала, да, что тебе даст больше энергии, чего ты больше хочешь, тогда уж надо говорить, чего ты больше хочешь, да, отчего ты кайфуешь, отчего ты пищишь, отчего ты так да, 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 вот так вот делаешь. Это и есть твое желание, это и дает тебе энергию. Достижение, приближение к этому, да, реализация вот этого желания и даст тебе энергию. Читайте, Эрика Биорна, там много ответов на этот вопрос. – Ах, вы настолько всегда в цель говорите по делу и честно. Я вам скажу, что говорить по делу и честно сложнее, чем говорить вот эту вот волшебную, ну, волшебную фигню, там, девочки, мальчики, главное, верьте друг в друга. Это мне сложнее, потому что на меня вот это вот все инста-пространство, на меня валится, типа, да что она понимает, она ничего не понимает, вот это вот все, да. Когда ты говоришь реальные вещи, иногда я понимаю, что я говорю лишнее, потому что я сама себе наступаю на горло, когда говорю, да, ну, потому что я все равно в этом пространстве работаю. У меня такая потребность, это вот это то, что дает мне энергию. Я хочу говорить правду, я хочу доносить вот эту суть, да, я хочу опираться на данные, я хочу опираться на доказательства. Для меня это важно и мне это дает энергию. Да, я меньше из-за этого зарабатываю, но меня не деньги мотивируют, да, меня другое мотивирует. Я деньги зарабатываю на другом. Нет поддержки от близких, в каких-то моих идеях опускаются руки. А как вы подождите? То есть идея ваша, а близкие должны вас поддержать. Асхирани, подождите, а почему они должны вас поддержать? Почему вас кто-то должен, а вы себя поддерживаете в ваших идеях, в ваших начинаниях? У вас внутри есть эта поддержка? Вы знаете, что большинство успешных людей, их никто не поддерживал, и они шли вопреки. И вы вот про это знаете, что успешный человек, он продолжает, и человек нацеленный на результат, и человек, который готов крушить стены ради своей идеи, ради того, что ему надо, его, скорее всего, никто не поддерживает. И он вопреки тому, что его никто не поддерживает, что люди говорят, да херня это все. Он продолжает двигаться, и поддерживать начинают. Тогда, когда появляются результаты, и они говорят, а моя, моя, молодец какая, или я с ней в песочнице когда-то пилила какашечку, вот с ней, я, я, молодец. Вы знаете, что у успешных людей на его пути, скорее всего, нет никого, кто его помогает, подпушивает, а скорее всего, кто ему оплюхий. И когда он пришел к своему успеху, все такие, хобана, и я тут рядом, я вот всегда, помнишь, когда-то в детстве мы с тобой разделили одно яблоко, да. Поэтому, если вы сами себя не поддерживаете, да, то почему вас кто-то должен поддерживать? Почему должен? Ну, вы выбрали себе неподдерживающих людей. Если это мама, там, сестра, дети, не ищите там поддержки. Ищите себе поддержку в году здесь, в инстаграме ищите себе поддержку. Здесь очень много людей, которые будут готовы вас поддержать. Если это муж, жена, ну, простите, это ваш выбор. Вы выбрали себе человека, который не заинтересован в вашем росте и развитии, который не заинтересован в том, чтобы вы становились самостоятельной личностью. Потому что это рискованно, это опасно. Вы в один момент можете сказать, слышь ты, да, помните, я говорила, когда у тебя нет денег, когда ты зависим, ты вынужден быть в маске. Когда у тебя есть деньги, ты больше не зависим, ты можешь позволить себе снять маску и сказать, слышь ты, ты кто вообще? Ну, я не хочу с тобой, вот, ну, ничего я с тобой больше не хочу. Так бывает. А когда ты в зависимом положении, да, от своего, там, супруга какого-то или супруги, ты вынужден там и глазки опустить, да, и промолчать, и какие-то консенсусы находить, компромиссы, это все, это фигня. Вот, поэтому про поддержку научитесь поддерживать себя. А вы знаете, что вам нужно делать завтра? А вы верите в себя? А вы готовы преодолевать, да, потому что ваше свое дело, это всегда плюс преодоления каких-то сложностей. Фигня это все, что все будет легко, главное верить. Ты можешь просто обвериться, и ты будешь постоянно или очень часто встречать какие-то сопротивления и преодолевать какие-то препятствия. С психологией проблем больше появилось, да. Проработать психологические затыки – это взять ответственность на себя. Я бы так не говорила. Сначала берите на себя ответственность. Вот это неправда, что ты прорабатываешь психологические затыки, и потом ты возьмешь на себя ответственность. Так давайте без проработок, возьмите на себя ответственность. Перестаньте говорить, что это все бабушка в детстве, мне когда-то, это все муж, это все вот это государство, Путин, Лукашенко, погода, город, страна, звезды, все что угодно. Ты что делал, сделал для того, чтобы прийти туда, куда ты хочешь? А ты вообще знаешь, куда ты идешь? А ты, это прям твое, да, ты идешь сам, или ты идешь, потому что туда идут все? А ты готов против толпы просто встать, да, когда против толпы? Бери на себя, взять на себя ответственность. Можно вот с этого прям сейчас решить, что я причина всему, что происходит и не происходит в моей жизни. Я причина всему, что происходит и не происходит в моей жизни. И каждый раз, когда я этому училась, я не была такой прям, не брала на себя ответственность, я училась, вот у меня была такая проблема, я это еще в первом браке, я это в себе выловила каким-то образом, я читала Курпатова, я все, Курпатова тогда пересчитала. И я поняла, что когда что-то у меня не получается, я такая, это все ты, и я начинала искать виновата, из-за кого, да, я так и знала, да, это все ты, это ты не сделал, это вот ты, это вы. И потом, это очень сложно было мне говорить, а что сделала я? Как я повлияла вот на эту ситуацию, и что я не сделала? Это очень больно, это очень-очень больно и болезненно принимать на себя ответственность, что, блин, это я выбрала такого мужа, который, да, это я сделала так, что вот это вон там, да, это я не предусмотрела, а не, видите ли вы, автобус уехал раньше, это я не вышла раньше, это автобус уехал раньше, он въехал, что он должен меня ждать, да, берите ответственность прямо сейчас, прямо сейчас на себя берите ответственность, это очень больно, но там очень много потенциала, когда ты отвечаешь за себя, когда ты единственная причина и проблема в твоей жизни, единственный шанс, ты шанс, да, ты единственный шанс и вариант, то жизнь становится совершенно другой. Да, эмоционально сгорел от своего интереса, да. Определяете ли вы для себя соотношение мечтой между личной жизнью и работой, есть ли какое-то ваше идеальное сочетание? Нет, когда мне хочется личной жизни, я занимаюсь только личной жизнью, когда мне хочется работать, я работаю, но у меня есть еще такое, надо работать, да, есть, конечно же, блин, личная жизнь гораздо прикольнее и приятнее, ну, если там все хорошо, да, чем работа, потому что многие люди бегут от личной жизни в работу, а у меня личная, с личной жизнью все в порядке, и мне, конечно же, заниматься личной жизнью было бы интереснее, но я понимаю, что у меня есть, скажем так, определенные участки, которые я должна сделать, и я делаю эти участки, да, и потом я могу уже как-то развлекаться, либо во время, да, ну, у меня нормально получается и объединять, ну, то есть, если, я не знаю, мои друзья, там, мои близкие люди не понимают, что у меня есть работа, и она у меня такая, то есть, они там, что ты там сидишь? Я как работаю, так живу, да, если мне говорят, вылезай отсюда, или, там, отложи в сторону телефон, скорее всего, это не мои люди, ну, то есть, меня надо принимать такое, если не принимаете меня такое, как бы, ну, до свидания нам с вами, не по пути. Иногда бывает, что человек может попросить, сказать, пожалуйста, побудь со мной вот эти 30 минут, ну, просто только со мной, ок, вообще без вопросов, да, я могу себе это позволить. А иногда бывает, что я про работу даже не вспоминаю, иногда бывает, что я про работу не вспоминаю и не беру вообще ни комп, ни телефон в руки на протяжении, там, нескольких, многих часов подряд, потому что мне здесь гораздо интереснее. А бывает такое, что я вынуждена вылезти, даже если мне интересно, потому что нужно что-то сделать. Нет никакого соотношения идеального. Вы берете на себя ответственность, вы понимаете, что вам надо, не только что вы хотите, а и что вам надо, и вы, скажем так, ну, частями вот это заполняете, да. У меня нет никакого соотношения. Кто-то опять умопомрачительно красив. Да, я сегодня выспалась. Чувствую в себе бушующую коммерческую жилку, но совсем не знаю, как себя найти, как что-то начать. Приходите на программу технологии бизнеса, стартап, перезагрузка, и вы там начнете, вы впервые начнете считать, обсчитаете все ваши идеи, и вы поймете, куда вам двигаться дальше. Когда вижу у вас в прямых эфирах профили конкурентов, которые почти многие за вами повторяют, например, когда появилась прога ваша бизнес-ассистент, и у них тоже сразу появилась. Ну, я вам скажу так, что много чего у людей появилось за мной, да, ну, это нормально абсолютно, но иногда кажется, какие вы, суки, да, а что делать, да, а что делать, такой рынок. Пускай, да, и менеджеров по продажам за мной запустили те, кто говорят, что я их кейс, ну, ничего, да, ну, моя школа известнее и круче, и крупнее, чем те, кто говорят, что я их кейс, ну, ну, что сделаешь, это конкуренция, она такая. Как в таком молодом возрасте можно иметь такой опыт? У меня 40 лет. В 40 лет уже, знаете, не иметь в 40 лет ума и опыта. Черт, и занимался тогда всю эту жизнь. Ну, как бы 20 лет взрослой, самостоятельной, активной жизни, я думаю, достаточно для того, чтобы быть уже и умным, и опытным, да, и достаточно образованным, если ты получал это образование. Яна, подскажите, пожалуйста, есть еще обучение на СММ-специалистов? Да, конечно, есть у нас обучение, по-моему, следующий поток стартует в марте, в отпуск уходит наш руководитель на короткий, да, потому что там у нас, по-моему, в марте, я могу ошибаться. По ссылке в шапке аккаунта перейдите, да, по вот этой синенькой ссылке, и вы увидите там расписание на ближайшие, и полистайте вниз на графу, там через кнопку можно найти маркетинг, и вы увидите СММ, там будет дата. Почему сейчас надо, могу, хочу, перепутанные вещи? Не надо, могу, хочу, а хочу, могу, надо. Хочу, могу, надо. Ну, то есть наоборот, не надо, могу, не надо. Мы начинаем не с надо. Это не про... Смотрите, кажется, что это сначала... Сейчас, смотрите, кажется, что мы должны начинать с того, что надо делать, потом, что я могу делать, а потом уже хочу, типа, развлекаться. Нет, это не про это, это про другое. То, что вы хотите, то, что вы хотите, дает вам силы сделать то, что вам надо сделать. Услышали? То, что вы хотите, даст вам силы, да, реализация того, что вы хотите, даст вам силы, энергию и желание делать то, что надо сделать. И вот это то, что надо, должно быть привязано к тому, что вы хотите. Понимаете? И могу, когда речь идет про могу, что я могу, да, как я могу на это реагировать, как я могу это делать. И свои могу вы можете менять. На свои могу вы можете повлиять, получать образование, нанимать людей, отказываться от чего-то лишнего и так далее. То, что ваше желание, реализация, не просто я хочу, но я это не реализовываю, реализация ваших желаний, да, вы двигаетесь к тому, чтобы реализовать ваше желание, дает вам силы и энергии, чтобы сделать то, что вам надо сделать. Вы это можете делать ради этого желания, но вы можете обмануть свой умный мозг тем, что вы еще заодно делаете ради другого. Я не знаю, там, что вам нужно, например, там, вы не очень хотите, ну, что там, написать пост, например, это моя такая боль, иногда и проблема бывает. Вот. Программа СММ никуда не делась, да. Дети тоже мощный мотиватор, чтобы делать. Мне стыдно перед детьми, когда ограничиваешь детей в чем-то элементарном. Признаться, да, сынок, я с сыклой не могу заработать, это ужасно, поэтому уже погорит. Согласна, тут соглашусь. Значит, меня дети не мотивируют, но вот то, о чем вы говорите, да, ограничивать детей, меня вот это мотивирует, я не хочу ограничивать детей. Я не говорю, что я хочу там звездочку с неба достать, но я понимаю, о чем вы говорите. Я сегодня села на жопу, муж сказал, что хватит тебе, жена, твоего образования, уже поздно учиться. Знаете, меня это смотивировало на обучение ЮЭН у вас, как говорится, долпинок, хватит тебе твоего образования. Поговорите со своим мужем, скажите, что вам это важно. Ну, как бы, вам важно, если вам это важно, то поговорите. Может быть, он таким образом думает, что он вам оказывает услуг, ну, как бы, хорошо делает он вас, ну, потому что учиться это трудно, учиться это нелегко, и вам говорит там, дорогая, пожалуйста, сядьте, сиди, да, вари картошку. Вот, а вы не картошку хотите варить, вы хотите развиваться, да? Вам очень помогли книги в вашем росте? Ну, я с детства читаю, поэтому у меня нет такого, что там я прочитала книги, да, и вот я благодаря этому выросла. Я здесь, у меня читающая семья, у меня огромная библиотека была, я читаю с детства, и для меня это было таким, ну, 90-е я росла, развлечений других не было, у нас невозможно было открыть Ютубчик и потупить, да. Это был мой Ютубчик, я читала всю фигню, все подряд я читала, и это привычка, у меня есть сейчас много книг, и я, ну, кто из друзей со мной ездил отдыхать, знают, что я всегда таскаю с собой книги, я всегда таскаю с собой книги, у меня весь дом заварен книгами, я постоянно покупаю книги, я постоянно плююсь, что опять купила какое-то говно, но я все равно покупаю какие-то книги, я их читаю, там, что-то бросаю, что-то дочитываю, но они меня сопровождают, не могу сказать, что там сильно помогли мне вырасти. Как к Курпатову относитесь? Я никак не отношусь, нормально. Как называется Эрика Берна, и да, все правильно, спасибо, игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, да. Извините, это кто смеет говорить, что вы их кейс? Еще вы начинали, первый шаг на пути к успеху, родилась, первый шаг на пути к успеху, это появиться на этот свет, ну, вот нету такого, что и первый мой шаг, да, могу ли я сказать, что я там, для меня я там добилась всего, нет, для меня нет, для меня нет. Я еще все на пути, да, я еще все в дороге, и, наверное, я даже умру, и я все еще буду в дороге, да, то есть для меня это будет... Бизнес – это не то, что ты взял и сделал, и оно у тебя сделалось, да, и все, и ты такой, слава богу. Это не марафон пробежать и остановиться искать все, в этом сезоне я больше не бегаю. Бизнес – это твоя жизнь, это и есть путь. Бизнес – это и есть твой путь. Вот, и первый шаг, да нет никакого первого шага, ну, вот его нет. Наверное, если кто-то спросит, что нужно первое сделать, да, какой первый шаг – решить, да, потому что у меня, ну, я не могу сказать, что что-то было там первым шагом, да, что-то меня толкнуло. Меня нужда толкнула вообще, ну, чем-то заняться. Вот, что нужно сделать – решить, решите, что вы будете, что я хочу, я буду это делать. И все, и с этого начинается, все с этого начинается, и тогда вы ищите ресурсы, ищите возможности, ищите вот эти «надо», «могу», да. Но для начала нужно захотеть и решить. Ваши дети много читают, старшая не читает вообще, она говорит, мне сложно, младшая читает. Думаю, книги вместо обоев. Работали в найме раньше? Я работала суммарно, я, смотрите, я работала суммарно вот в найме, чтобы в найме я ходила на работу, вот прям ногами ходила на работу, полгода, до полугода, я точно не знаю сколько, я не помню. Это было вот как только я получила образование, вышла замуж, уехала замужем на границу. Я там работала в двух местах, не помню, вообще не помню, нет у меня такого, что, ну, не впечатлила меня ни одна, ни вторая работа. Не доработала я нигде, потому что я не, для меня было непонятно, как это можно прийти на работу к восьми, сидеть там до пяти, если я уже в два часа все закончила. Для меня это было какой-то просто дичью. Я, я курила в кабинете, я в то время еще курила, сидела в кабинете, курила и так протестовала таким образом. Вот, вторая работа у меня была, мне нужно было ездить, мне нужно было встать утром рано-рано и в шесть утра сесть на автобус, чтобы приехать туда на объект. Там работала товароведом и обратно я приезжала в десять вечера. Я просто тупо устала, я правда, я дико устала вот от этого режима образа, скажу, нахер, нету таких денег, за которые я готова так работать. И я вынуждена была заняться бизнесом, потому что, ну, продажи, маркетинг – это все, что я знаю хорошо. И, ну, это была, естественно, коммерция, да. Вот. Плюс я постоянно еще у кого-то работаю сейчас, но я не ухожу в найм в штат, да, как штатная единица. Было у меня пару опытов таких, что я в проект заходила как штатная единица, но у меня всегда свое дело есть, да. И я работаю всегда онлайн, я не хожу на работу, я не понимаю, как, для меня непонятно, как человек может встать, каждое утро вынужден куда-то идти, чтобы там работать. Особенно сейчас, когда можно работать онлайн, для меня это такое что-то непонятное. Ну, то есть, вот это какая сила воли нужна для того, чтобы каждое утро встать, собраться, выйти и потом вечером вернуться. А если я не хочу, вот для меня это какая-то дичь, а если я не хочу, что мне делать? Мне очень важна вот эта свобода, чтобы я могла, когда я не хочу, никуда не идти. Спасибо вам за знания, за мудрость. У меня сейчас случилась непростая точка, этот эфир прям в жилу. Большое спасибо. Ну, я надеюсь, что вы для себя что-то поймете, что-то решите. Единственное, что могу сказать, нерешаемых вообще ситуаций проблем не бывает. Даже если невыносимо, дико тяжело пройдет время, да, и вы посмотрите на эту на сегодняшний день, да, когда будете оценивать ваш путь, вы посмотрите в сегодняшний день, и вы поймете, что благодаря этому дню, благодаря вот этой тяжелой ситуации, что-то в вас изменилось, что-то у вас стало по-другому. Так оно и будет, да. Даже если сейчас очень тяжело, эта ситуация из вас сделает другого человека. И ваша задача вот не дать этой ситуации себя сломить, да, а продолжить двигаться в направлении, в том направлении, в том же направлении, которое для вас важно. Ну, или там в другом направлении, которое стало для вас важным. Все, спасибо вам большое, да, спасибо за мудрые ответы. Да, напоминаю, что в понедельник у нас стартует программа по маркетплейсам. Если вы напишите кодовое слово «проверено мне в директ», то вы получите список проверенных поставщиков, да, которых вы можете, у которых вы сможете закупаться для того, чтобы работать не только на маркетплейсах, но и в инстаграме, и у себя там в оффлайне, ну, изучите поставщиков. Проверенные поставщики, с некоторыми я лично работала очень-очень долго, да, это старые такие хорошие поставщики. И по слову «маркет» вы можете получить калькулятор, который посчитает вам доходность любого товара, да, вы вводите просто значение, и калькулятор автоматом вам посчитает, даст цифру, которую вы сможете зарабатывать на том или ином товаре. Вот, и в понедельник приходите, да, обучаться маркетплейсам. Я знаю, что многие считают, что это какая-то сложная сегодня, я узнала сегодня, что не все знают, что такое маркетплейс, и что там можно действительно работать абсолютно любому, и начинать с маленьких денег, и гарантированно не влететь и заработать. Вот я только сегодня об этом узнала, говорю, блин, это нужна серия, другая серия постов. Слово продажи, по слову продажи, если вы напишите в директ мне слово продажи, то вы получите методичку по возражениям, хорошая методичка по возражениям, но мне в директ не сюда, сюда я ничего отсюда не отправлю, помощница моя вышлет вам методичку по возражениям. Все, всем хорошего вечера, пока-пока.